Хотел бы представить моего сегодняшнего гостя. Вы его могли видеть уже на моём канале, в ролике, посвящённом новым религиям. Это Кирилл Товбин, религиовед-антрополог. Кирилл, здравствуйте, большое спасибо за то, что сегодня присоединились. Здравствуй, человечество. Всем привет. Привет от Аннунаков, передаёт философ Фома. Иванов Иван Иванович пишет, слышно, видно, без тормозов. Иван Иванович, спасибо вам большое. Мне интересно, вы настоящий Иван Иванович Иванов или нет? У меня был знакомый Иван Иванович Иванов, студент у меня был такой. А меня слышно, кстати, могут мне тоже подтвердить, что меня слышно, видно, и аура, чтобы чувствовалось. Да, аура должна чувствоваться, и главное, чтобы нас с Кириллом было слышно одинаково, потому что бывают такие эксцессы, что одного слышно громче, другого слышно тише, и у кого-то ещё бывает эхо, эхо. Но на нашем канале эхо не приветствуется. И мы тут за чистый звук, что называется. Да. Но дело всё в аурах, они могут преобладать, и тогда создаётся эхо. Колдуны и учёные очень много могут говорить про иконовую природу, звук и так далее, но это всё неправда, это всё просто демонические энергии, они вот вслед за нами идут, сидят на плечах и создают такую ауру. Так, ну всё, мы уже наработаем. Да, мы в эфире, мы уже, я уже смотрю в чат, и поэтому, друзья, если что, если вам есть что сказать, то пишите, пожалуйста, в чат. Мы сегодня обсуждаем новые формы духовности. Мы обсуждаем сегодня в первую очередь, я наметил сегодня обсудить New Age, потому что, хотя, несмотря на то, что вы писали о том, что это явление не вполне актуально и не вполне, может быть, даже заслуживает какого-то отдельного разговора, аудитория просит, понимаете, вот всё-таки запрос аудитории никуда не денешь, и люди регулярно мне пишут и просят. А, Никита, расскажи про New Age, поскольку я в... И аудитории, аудитории тоже я хочу поздороваться и начать разговор про New Age с объяснения своего наряда определённого, на котором вы можете увидеть определённый символ, это всё так же не случайно, это не нацистская символика, это свастика, древний солярный символ, и никоим образом данными рисунками не пропагандируя ни нацизм, ни фашизм, ни другие формы экстремизма, обозначенные 20-й статьёй, частью 3-ю Коап Российской Федерации. Фашизм мы осуждаем, фашизм это очень плохо, это худшее, что могло случиться и случается с некоторыми людьми. Свастика обозначает, если вы об этом не знаете, благорасположение, благо пожелания, это знак протянутой руки другому человеку, это знак повёрнутого и улыбающегося лица. И фашизм как раз начинается с того, что мы забываем про то, что другие тоже люди, что они равны к нам, протягиваем не руку, а кулак, а то ещё и боеголовку какую-нибудь за неимением настоящих каких-нибудь конкурентоспособных частей тела. Так что никоим образом здесь мои символы, чтобы вас не беспокоили, они здесь совершенно наоборот. Фашизм, нацизм и прочая форма экстремизма начинается тогда, когда люди замыкаются в свои ущербности и отучаются улыбаться друг другу, желать другому человеку добра, доброго дня, доброго здоровья. Вот чего я вам желаю, дорогие мои слушатели, зрители, дорогая аудитория, моя и уважаемая аудитория, уважаемого Никиты. Честно говоря, мне кажется, что с такими навыками внимательности я скоро действительно окажусь в местах не столь отдалённых, потому что я это не заметил. Я вот, я вывел... А вы ещё не там, а я думал... Я вывел в эфир человека со свастикой на, значит, на рубашке и как бы нормально, ничего, сижу. А видите, я настолько погружён в интеллектуальную сторону наших обсуждений, что... Кстати, вот имеет ли, Кирилл, скажите, вот эта символика и всякая солярная символика и так далее, какое-то отношение к Нью-Эйдж, или это скорее про так называемое долбославие? Я не знаю, насколько это корректный термин по отношению к неуязычникам славянским. Насколько это вообще актуально? Насколько это связанные вещи? Определённым образом связано, поэтому не случайно я и появился в этом обличии определённым и обозначил, потому что согласно 20-й статье части 3 КОАП Российской Федерации я подчёркиваю, что никаким образом я не пропагандирую ни нацистские, ни экстремистские, ни фашистские идеи, обозначаю, что это лишь определённый символ. И вот так называемый Нью-Эйдж, мне всё-таки коробит использование вот этого термина, так называемый Нью-Эйдж, он во многом обращается к так называемым забытым, иноземным, чуждым каким-то духовным практикам, вот, и в том числе символики. А то, что вы называете, как вы сказали, долбославие, да? Да-да-да, это термин такой уничижительный, но я его счёл возможным использовать. А, ну это да, то есть речь идёт о так называемом неоязычестве, да. Трехлебов, вот, самый известный представитель, это Трехлебов, я прям помню его такой. Да, Трехлебов единственный нормальный представитель из них из всех, не в том плане, что он нормальный, а и хороший, не в этом смысле, а в том, что все остальные хуже Трехлебову. Вот, они, в общем-то, на этой волне все и начали взять и вот чисто по постмодернистски так переколдовать. Вот, значит, все раньше считали, что это неправильно, а вот теперь будет правильно. Все раньше об этом не знали, а вот теперь об этом заговорят. Раньше считали это чем-то отжитостью, каким-то архаизмом, а мы теперь на этом будем свои концепции выстраивать. Вот, кстати, напрямую здесь связь между неоязычеством и неонацизмом различным прослеживается. Ну, это не моя точка зрения, это многократно описано в литературе. И Варк Викернес и прочие мемные персонажи, они зачастую себя идентифицировали именно с язычеством, потому что мы воины, мы бойцы, не то что, бойцы, значит, и так далее, не то что вот эти вот рабы христиане. И часто это все строилось на отрицании христианства, как религии якобы рабов. Это достаточно интересная вещь. Ну да, Викернес. Ну, до того, как он попал в тюрьму, кстати, камера, в которой он сидел, она очень приличная, настолько хорошо выглядит, ну, вот фактически, как ваши апартаменты, то есть так же вот все, такой же, такие же кубометры, такая же приличная мебель, даже люстра какая-то приличная. Так что, когда я смотрел какие-то записи из его тюрьмы только в целях чисто научного интереса, я обратил внимание на то, что тюрьма, в которую гадил Варк Викернес за то, что там людей убивали, церкви же, говорили, ну, это не совсем тюрьма в нашем представлении. Поэтому всегда нужно оговариваться о том, что мы чтем Уголовный кодекс, Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Это как троица практически, да, получается у нас Т3? Хотя... Ну, да, это если не заходить в область там Уси и Ипостаси, а если туда заходить, то обязательно упоминаю еще Гражданско-процессуальный и Уголовно-процессуальный, тогда нас особенно возлюбят те люди, которые обычно переводят или будут переводить нас в наручниках из одного помещения в другое помещение. Вот я думаю, что это, видимо, навык, поскольку... Ну, ладно, опустим это. Если хочешь с собой сейчас поговорить, опусти. Вот вы сказали, что вам не особо нравится термин New Age. А почему? Чем он вам не угодил? Он бессодержательный, во-первых. Во-вторых, он старперский. А в-третьих, он, ну, просто потерявший свою актуальность. Потому что, если мы используем, то мы имеем в виду под ним какой-то посыл, который сегодня не упоминается, не употребляется. Либо нам надо переколдовывать все это дело. Опять же, говорите, New Age, но это не тот New Age, который вы имеете в виду, а совсем другой New Age. Вот, собственно говоря, на Западе, ну, в свое время использовалась эта терминология. А теперь, в общем-то, современные формы неодуховности, они достаточно далеко от этого отошли. Уже даже позабыли этот термин. Вот кого мы в New Age включаем? Рерихов, Балаватскую, ну, это Попса. Значит, Успенский, Гурджиев, их мало кто знает. Штайнер и Ани Бизант вообще мало кому знакомы. Самый главный мейнстрим современной духовности, конечно, ну, стартует, ну, наверное, от Алистера Кроули, от Андора Шандора Лавея, вот от таких вот персон, которые весьма серьезно повлияли на уже менее экстримные формы духовности сегодня. Ну, и, конечно, бесконечной Гуры. То есть, Сайбаба, то есть, условные Оша, они как-то тоже подтягиваются туда, к New Age. Да-да-да, то есть, по большому счету, если мы посмотрим, чему речь идет о преемственности термина, никакой преемственности Оша от там Рериха или Балаватского, ну, практически мы не обнаружим, равно, как и всех остальных. Что нынешний вот популярный Сатья Дас, например. О, Господи. Практически оборван. То есть, это просто какое-то пугало, с которым носилась интеллигенция. И у Кураева была книжка в свое время такая. Сатанизм для интеллигенции. Сатанизм для интеллигенции, да. Вот он из-за в пух и прах, это не существую еще и чучело, разнес и радостный, довольный такой. Ну, книжка остроумная и вообще классная, что ли, как все, что писал когда-то Кураев. Вот. Ну, а по большому счету, кроме каких-то престарелых училок провинциальных или библиотекарш, по большому счету, никто даже не знает теперь то, о чем мы говорим. Поэтому нужно либо, опять же, повторюсь, нам объяснять, что мы подразумеваем под New Age, например, современные практики духовности, диспенза, там, всякие прочие. Либо нужно просто отказаться от него вообще и каким-то новым, современным, более обобщающим термином пользоваться. Либо не пользоваться никаким вообще. Более современный обобщающий термин, например, неоориенталистские духовные движения. Или это тоже ерунда? Ну, да, как говорил там, бедный, бедный, бедный Вильям Окком сейчас в гробу вертится настолько сильно за умножение сущностей, что если его гроб резиновый сделать, а его тело пократибонитом, то, в общем-то, это будет решение проблемы дефицита энергии, потому что она будет постоянно в статическом виде вырабатываться. Я называю обычно просто постдуховность или новая духовность. Вот, кстати, новая духовность, это терминология использует всякие эти бесконечные коучи на своих этих обучающих курсах, на которых они учат очень глубоко духовным вещам, которые сводятся к тому, что, ну, если ты хочешь кушать, ешь, а если ты хочешь спать, спи, а хочешь стать счастливым, стань счастливым. Вот, и те из них, кто маломальски грамотные, вот, они обзывают свою вот эту вот ерундистику новой духовности. А почему бы, ну, почему мы не имеем права использовать термин New Age применительно к конкретным таким духовным, околодуховным направлениям, где есть вот идея о наступлении некой новой эры, вот эра Водолея, значит... Да, неактуально уже, эра Водолея, даже вот даже в терминологии эра Водолея уже практически никто не использует сегодня из современных вот этих вот учителей, так называемых. А даже если используют, то привязки к тому, к чему в нашем представлении New Age привязаны, уже практически нет. Я не критикую, если удобно, пожалуйста, пользуйте, но я всегда слышу New Age, подразумеваю Блаватскую, значит, или Рерихов. Значит, и это сразу же замыкается в такое определенное ядрышко, которое далеко от современной реальности. Ну, а почему тогда нельзя сказать о том, что New Age это феномен своего времени, который все, то есть его больше не... это больше не актуально, но тем не менее когда-то на протяжении какого-то периода времени мы можем говорить о вот конгломерате духовных направлений, которые можно назвать New Age. Например, ну, 60-е, 70-е годы, насколько я помню. Я думаю, я соглашусь, да, в 70-е, наверное, об этом можно говорить, но четкая грань трудно обозначить. Подростки сразу начнут кричать, нет, скажите нам конкретный год, а лучше месяц и дату, когда New Age закончился и начался пост-New Age или мета-New Age. Кстати, это хорошая идея. Давайте будем обзывать их мета-New Age. Ну, то есть, просто действительно, я вот здесь с вами соглашусь, что достаточно редко и практически никогда я не слышу о New Age как о современном актуальном явлении. А знаете, где я слышал о New Age как о современном актуальном явлении? В лекции, я думаю, вам хорошо, как это, вам хорошо известного профессора Осипова из МДА, который рассказывал о том, что New Age – это идеология нового мирового порядка. И, кстати, достаточно интересно. Да, мы все это слушали, мы все это проходили, и некоторые до сих пор только все это дело продолжают. Достаточно интересно это в контексте того, что новый миропорядок или новый мировой порядок – это вообще теория заговора из такого сорта, как там про рептилоидов, про юдомасонов и всех остальных. Это история про то, что вот есть некая группа влиятельных людей, которая стремится захватить мир. Это классическая теория заговора. Интересно, что New Age, который вот реально, если посмотреть на метрики, на социологию, на какие-то внутренние аспекты, уже все, нету его, его уже нигде. Это то же самое, что бороться с, не знаю, там, шутить смешные шутки про сборную России по футболу. Но это все, это уже 15 лет как не смешно и не актуально. Ну да. Тем более, что есть вещи более серьезные, интересные, которые до сих пор не охвачены вниманием религиовидов. Уважаемые религиовиды, давайте заниматься современными курсами повышения эффективности, бизнес-тренингами, коммерческими различными культами. Вот это совершенно пропадает в никуда. Посмотрите, миллионный просмотр у различных теток, которые чушь несут, которая обмотана вокруг вот определенной специфической весьма духовности, которая помогает кому-то получать большие деньги. И, кстати, про большие деньги. Николай тут прислал донат, причем очень щедрый. Николай, вам огромное спасибо за поддержку канала, за поддержку скромного моего творчества. На вину и хлеб, пишет Николай. Николай, я обязательно... Николай, спасибо, да, Николай, это очень хороший товарищ и друг, да, Николай, спасибо. Возможно, это даже Николай Кузанский или Николай Коперник или Николай... Я сейчас буду перечислять всех известных мне Николаев. Это выдающийся литератор, который не хочет быть выдающимся литератором. Поскольку, когда он описывал свои будни как нефтяника в далеких-далеких, весьма суровых, холодных и пустынных местах, то речь, которую он пользуется для этого, ну, я думаю, достойна какого-нибудь, по нему, литературного конкурса. А он вот не хочет. Вот сейчас во всеуслышание говорим, Николай, не закапывайте свой талант в землю, не ставьте свой светильник под кровать и прочее. Это доставит людям такую же радость, как и мне. Я не очень понял, про какого это Николай. Я хочу передать привет, да. Это про какого Николая вы говорите? А вот про того самого, да, о котором вы говорите. А, все. Я не назвал никого из нефтяников, кажется, Кузанский, он что-то как-то... Хотя, может быть, я чего-то не знаю. Пишет нам, значит, мы сейчас поотвечаем немножечко на вопросы. Пишет философ Фома. Дугин Агэнь, юэйджеровец? Вот как вы думаете? Ну, опять же, ну, какое отношение Дугин имеет к рерикам? Ну, вот зачем? Вот что опять за подростковые ходы какие-то? Давайте возьмем и впишем. Ну, ты в этой камере ему сидеть или в другой камере какой-то сидеть. Дугин есть Дугин. Дугин — это проявление феномена дугинизма. Вот, поэтому нужно о нем говорить и рассуждать. Тем более, уже если кто из российских мыслителей достоин того, чтобы о нем сделать отдельные выпуски, ну, а не вздумайте вперед меня это делать, то это, конечно, только Александр Дугин. Потому что все остальные, ну, по большому счету, ну, никакие. Невзирая на отношение к его политическим взглядам, философским взглядам. То есть, это фигура массивная и масштабная. Это величайший мыслитель современной России. При всем моем негативном отношении к нему. Интересно. О, как! Прямо хочется сказать. Я, к сожалению, не... А того еще мы рядышком поставим. Какой-нибудь там звезду некрасивых студенток философского факультета МГУ, который ходит там и в коридорах, заставляет их реагировать на слово «экзистенция». Вот по дороге там, или кто еще может стоять в одном ряду. То есть, это человек, которого знают все. И который при этом не занимается какой-то политической деятельностью. Он пишет книжки, он где-то что-то говорит, и это таким масштабом откликается. Вот так и должен настоящий философ себя вести. Вот такими надо быть. И большая часть его не любит не потому, что он там прав или не прав в политическом смысле, а просто тупо из зависти. Так, наверное, я слишком много говорю, вы модератор. Осуждаем. Я как модератор осуждаю сексизм и деление студентов и студенток на красивых и некрасивых. Я бы делил на одаренных и не очень, скажем так. Это же не сексизм. Это надо как-то по-другому этому дать название какое-то. Надо придумать. Вот мир красивых книг. Тем более здесь обижаться не нужно, потому что наступил мир вообще некрасивых. Мир, в котором одеваются так, что не видно никаких особенностей фигуры, где особенность современной молодежной моды, это как будто вот наспех на какой-то ближайшей помойке оделись, что это все свисает. То есть намного размеров больше, эти штанишки недостающие там до ботинок. Так что сейчас как раз наступил мир, в котором некрасивые чувствуют себя более успешно и уверенно. И причем, думаю, некрасивые и в физическом плане, и некрасивые в духовном плане. Так что здесь обижаться нечего. Умейте вы, вы как штирлиц. Вы как штирлиц, вам даже ничего не предъявишь. Вы сразу на все найдете ответ. Некрасивый и интеллектуальный. Это просто вы задели за больное место. Вот девушка, вот смотришь на девушку и не видишь девушку. Давайте, ладно, давайте не будем. Кроме какого-то определенного количества грима вот на передней части головы, значит, больше не видно ничего, потому что свисает какая-то гигантская бежевая кофтища. Огромная. Одни какие-нибудь смешные, нелепые штанишки кальсонного цвета. И какие-нибудь кроссовки на вот такой гигантской подошвы, которая, значит, деформирует походку. Так что, ну, практически вот нет человека, не видно. Это просто больное место. Ну, у нас же стрим, можно болтать, что угодно. Вот я и высказал. Рубашки, рубашки там со свастикой, да, вот торчат постоянно отовсюду, отовсюду, куда ни взглянешь, везде оно. Ладно, давайте тогда дальше. То есть вы, ну, то есть мы с вами можем сказать, что в какой-то момент времени, там, 60-е, 70-е годы, действительно было движение New Age. То есть действительно были люди, которые верили в некую эру водолея, которая должна наступить, сменить там то-то-то и так далее. То есть действительно было такое явление. И, кстати, я вот сейчас делаю обзор на книгу Паскаля Буае, объясняя религию, обожаю эту книгу, просто решил про Нью-Йорк на Кэстер рассказать слушателям. И вот он упоминает New Age и говорит о Нью-Йорк как об одной из религий или религиозных, там, околорелигиозных традиций, которые утешают человека. Буае пишет, что на самом деле, вот когда мы говорим о религии как о способе утешения, да, и способе преодоления каких-то проблемных ситуаций в жизни и всё такое, Буае говорит, что по-настоящему утешающие религии, они возникают в тех обществах, где люди меньше всего нуждаются в утешении. То есть не где-нибудь в жестокой африканской, там, не знаю, пустыне или саванне, не где-нибудь в жестоком холоде, там, какой-нибудь Сибири и так далее, а в обществах максимально благополучных. Он приводит здесь, например, New Age, где говорит о том, что Вселенная за тебя, Вселенная слушается в то, что ты бормочешь ей там, значит, и так далее. Вселенная подстраивает всё так, как тебе нужно. Ты только захоти, и Вселенная сделает всё офигенно и классно. И он приводит это как пример такого утешения. Вот вы согласны здесь с Бое, что у New Age была, по крайней мере, в том периоде, когда мы о нём говорим, была такая черта утешения людей, которые живут в очень благополучных условиях, в очень благополучном обществе, и обеспечения этих людей некой иллюзией, некой утопией. Мы дальше ещё обсудим. Тут утопичность коммунизма, тут люди прямо рвутся в бой. Но пока что про New Age. Вот вы согласны с этим или нет? Или не очень? Нет, я не согласен. Во-первых, я не люблю, когда New Age называют религией. Это не религия. По такому консенсусу в религиозном сообществе религии называется то, что имеет там конкретного лидера, священное писание, институт духовенства, конкретно обозначенную систему ритуалов, систему инициации и прочие-прочие моменты, обо которых я многократно говорил в роликах на тему религии. В New Age ничего подобного нет. Это просто общая какая-то форма духовности. Поэтому рассуждать об этом как о религии, ну, нельзя. Это, опять же, натягивать, ненатягиваемое куда-то там. А, значит, во-вторых, ну, ключевой посыл, опять же, если мы посмотрим на историю возникновения наиболее массовых религий, то мы увидим полностью противоположную обстановку. Когда и где возникло христианство как религия? Когда и где возник ислам? В какой ситуации? В отношении к арабам? В каких этнокультурной обстановке? К религии? Когда вот буддизм возник не про Будду говорим, если мы как про персонажа, а про буддизм именно как религиозное движение, как религиозное сообщество, когда и где он возник, когда вудуизм где и когда возник, то мы увидим совершенно противоположную ситуацию. Религия именно как раз утешает. Это машина утешения, и в этом я отчасти, боя, я согласен. Не согласен только с тем, что это самая лучшая машина утешения. Наркотики все-таки сильнее действуют, а мы осуждаем наркотики. Значит, другой момент, что у религии есть фактор, который Буае, да вообще практически никто из современных религиоведов не обсуждает. Это мотивационное действие. И вот сильнее, чем религия, никто не научился мотивировать еще никого, и никогда, и нигде. Поэтому и политические, и коммерческие движухи, которые нацелены на использование людей, как в клипе, как в фильме «The Wall», «Another break in the wall» Пинк Флойда, вот они обычно приобретают форму религии, что коммерческие культы, что, например, сталинизм в Советском Союзе. Так что, ну, ты пространно ответил. Нет, я не согласен. Это, мне кажется, натяжка излишняя. Не-не, мне кажется, что очень даже хорошо ответили и структурированы. Я, например, все понял, хотя Буае все-таки немножко про другое пишет. Он пишет о том, что утешающая функция, она характерна далеко не для любой религии. И как раз Буае, он с этим спорит. Ну, потому что я тут делаю разнос на одного деятеля. Кстати, для моих уважаемых 20 слушателей, которые пришли на стрим, я немножко спойлер выдам, над чем я сейчас работаю. Я делаю обзор и разнос на книгу Курпатова, где он, значит, про религию в каждом предложении по три ошибки примерно совершил. Это просто уникальный, абсолютно уникальный текст. Я его разберу. Вот он там как раз акцентирует внимание на одном факторе, который связан с религией. Он говорит о том, что религия спродуцирована инстинктом самосохранения. И тут он допускает миллион ошибок, связанных с пониманием наличия и отсутствия инстинкта у человека как такового. Но вот он религию объясняет через какой-то один феномен, через какую-то, не знаю, одну систему объяснения. А Буае он последовательно показывает, что ни одна система не работает сама по себе. И это как пролог он использует к своей концепции, к концепции вот этих, типа, минимально контринтуитивных или максимально контринтуитивных идей. Вот поэтому тут тоже это интересно. Но хорошо, принято. А вот вы сказали не религия. То есть можно ли это назвать духовностью? Вот английское слово spirituality подходит для этого? Или лучше что... Именно им как раз в этом контексте и пользуются. Причем различают spirituality and spiritualism. Спиритуальность, духовность и спиритуализм. Это, конечно, разная вещь. Спиритуализм уже приобретает форму какого-то учения. А спиритуалити это просто такая дух времени, такой сайтгаст, который, в общем-то, влияет на людей, оставляет их принимать определенные какие-то решения, пропитывает массовую культуру. Причем даже такие области культуры, которые от религии далеко, типа музыку, кинематограф массовый и прочее. Вот это, да, это спиритуалити. Вот это, как раз, интереснее всего изучать. Но редко есть за что ухватить. Простую религию действительно легко, там, во все стороны рубить шашки, потому что у нее есть конкретные показатели, по которым можно бить. А с духовностью там посложнее. Поэтому до сих пор New Age, даже в том виде, как вы его обозначили, до сих пор он жив и интересен. Потому что, ну, за что ты будешь рубить, условно говоря, там, Рериков или Анни Бизант? Ну, это просто авторское мнение. А то, что оно захватывает много людей, это, ну, их проблема. А могу я вас особо духовно попросить чуть-чуть отодвинуться от камеры, потому что вы в засвете? О, вот так, вот так очень хорошо. О, спасибо. А это не засвет, это не засвет, я уже говорил, это просто аура. Аура. Вот я сейчас отодвинулся, поэтому сейчас я буду давать неправильный ответ, потому что я от ауры своей отодвинулся. Все, вот сейчас... А вы про его Курбатова говорили, который доктор Курбатов? Ну, доктор, да, доктор, который получил премию ВРАЛ даже в 2021 году за достижения в области псевдонауки. Вот, уникально. Да, но это, конечно, хороший ваш крестовый поход против таких вот людей. Ну, не забывайте, что один дурак может столько вопросов задавать, что тысяча мудрецов не ответит. Поэтому, может, не стоит там из пурки по воробьям, значит, стрелять. Честно говоря, это имело вполне... И имеет вполне себе утилитарный смысл, потому что самый просматриваемый ролик на канале за последнее время — это разнос Харари. Ну, не разнос даже, да. Я объясняю, почему мне не нравится Харари. И, ну, людям интересны какие-то разборы, какие-то дискуссии и все остальное. Когда я вот выпустил лекцию про когнитивное религиоведение, посмотрел там 500 землекопов. Как только выпустил разнос на Харари... Кстати, наш с вами ролик хорошо посмотрели, ты тысяча человек посмотрела. Разносы сразу смотрят очень хорошо, поэтому, извините, как бы это приходится делать. Хотя нужно это делать тоже грамотно, а не как один философ тут с соседнего канала, который тоже, видимо, сейчас стримит. Саша, не про тебя речь, если что, если будешь слушать. Саша у нас хороший, он всех разносит по делу. Трикстер. Так вот, давайте двигаться дальше тогда. То есть, правильно ли я понимаю, что когда я иду в... Не в консерваторию, в консерваторию я не иду, я иду в филармонию. Пожалуйста. На минуту. Я иду в филармонию или в католический храм на органный концерт и слушаю, скажем, не знаю, там, Баха или, скажем, там, Бетховена или там какую-то музыку, или Оливье Мессиано, хотя я его не особо люблю. Такая нечеловеческая музыка немножечко такой, как Капитан Бюрхард такой получается. Я слушаю какую-то музыку, я испытываю некий духовный опыт. Это уже можно назвать спиричуэлити или еще нет? Или это какое-то преддуховное состояние? Вы опять к понятиям придираетесь. А мне просто интересно категоризировать. Мы же не можем, как постмодернисты, сказать, типа, пусть сам каждый решает, где у него религия, где у него то-сё. Ну, у нас как-то с вами... Мы серьезные люди с вами. Я, наверное, в этом плане ближе к постмодернистам, но не в этом смысле. Да, я с вами соглашусь. То есть, если мы говорим о Нью Эйдж, это, конечно, это поздняя эпоха рок-музыки, это, конечно, Эра Водолея, это, конечно, движение хиппи, это, конечно, арт-рок, симфо-рок конца 60-х, начало 70-х годов, вообще, десятилетия, когда была написана самая лучшая, вообще, наверное, музыка в истории человечества. И там и само звучание психоделическое, и сама тематика, одна только Эра Водолея. Да что вы, группа Пятое измерение, ну, нельзя человек назвать меломанами, если он Пятое измерение не слушал, и потрясающий, да мурашек альбом так и называется Эра Водолея. И всякие эзотерические, и всякие эзотерические поиски Ла Дзеппелин здесь вспоминаются с их Алхимией Бесконечной, и группой ЕС, и... не Ла Дзеппелин здесь уже посерьезнее, Ла Дзеппелин это уже Алистер Кроули, это уже не просто там разговор про всяких эгрегоров, это уже попытка их заклинаний. А вот вся вот эта духовность и эзотерика, как они соотносятся? То есть, что мы можем назвать эзотерикой? Довольно часто просто этот термин встречается, я знаю, по-моему, есть наш с вами коллега на Ютубе, по-моему, вот Станислав Панин, простите, Станислав, если вы не Станислав, если вы не Панин, по-моему, Станислав Панин зовут. Он на PHD, по-моему, учится в Штатах, и он как раз про эзотеризм рассказывает. Вот это популярный термин. Вообще, как вы для себя его объясняете? Это не в рамках претензий к терминам, а просто интересно, как вот вы, как религиовед, для себя это объясняете? Что это такое вообще? РПТ-шник на Площаде очень много понятий своих неологизмов запустили в оборот, они до сих пор используются, типа там, сталитарная секта, просто секта и прочее. Вот, в том числе и Нью Эдж, в их трактовке, отчасти, мне кажется, вы используете в этом смысле, и эзотерика, которая называет, что попал. Эзотерика – это скрытое знание, знание, которое доступно только посвященным, поэтому по определению мы не можем говорить об эзотерике сейчас, потому что они ничего не знают. Об эзотерике говорят на ушко, после каких-нибудь скрытых, тайных, страшных и чаще всего унизительных ритуалов, после которых вы сами еще подумайте, рассказывать ли об этой эзотерике кому-нибудь, а то начнут задавать уточняющие вопросы, как именно и посредством чего-то это знание получил. Поэтому эзотерика – это совершенно не то. Мы даже не можем привести примеры каких-то. Ну, некоторые закрытые секты, ну, вот в истории, если брать христианство, там, Альбигойц, там, Катары, Вальденцы, вот были знаменитые вот эти вот эзотерические, различные гностические учения, которые, которых практиковали постижение определенных областей знания при определенном ритуале, а до этого ритуала нужно было достичь определенных каких-то уровней. Так что вот это уже эзотерика, открытое знание. Совсем не то, что, как правило, имеется в виду. Это такой грубый синоним, опять же, New Age или просто такой размытой, аморфной духовности. По-моему, вот самый удачный пример того, что по-настоящему является эзотерика, это элевсинские мистерии, которые настолько эзотеричны, что мы о них просто ничего не знаем, и, ну, потому что просто... Теперь все знаем. Теперь все, Пелевин написал, теперь все мы знаем. Как там путешествие в Элевсин, да, или как? Совершенно верно, да. Поэтому мы уже все туда путешествовали, поэтому теперь все уже знакомо, известно, забыто и закрыто. Я не успел еще, я не успел еще, я на Айфак остановился, я не успел еще дотуда дочитать. Ну, тогда вам нужно преодолеть самый мрачный период Пелевинщины, вот эти ужасные, чудовищные его рассказы, вот, вот, в Чире один другого хуже романы, вот, и вот как раз путешествие в Элевсин, почему так о нем заговорили, ну, это наконец-то глоток свежего воздуха после всего того, как сейчас надо, как надо говорить, кринжа, да, после того кринжа, который он вот нагнал, вот, начиная с этих биц чекистов с масонами, там, Айфака, и потом все хуже и хуже, вплоть до КГБТ. Ну, это личное мое мнение, конечно, его там не разделяют, наверное, Юзифович и прочие писатели. Ладно, что разделяют или что не разделяют, я это, я как-то вот затворник из Шестипала, и там вот, я там остался еще пока что в плане восприятия восприятия Пелевина. Я более мейнстримный, вот мой, это мой Пелевин, это Чапаев Пустота, это ОМОН Ра, конечно же, и это поколение П, в особенности, почему-то для меня это более важно, это мой Пелевин. Значит, можно делить людей на субкультуру по тому, где Чапаев Пелевин, определяют, чьих ты будешь. Кстати, небольшой автоп, как вы относитесь вот к, ну, вообще, в целом, к разговорам, к разговорам о Пелевине, потому что, ну, вот два аспекта здесь интересуют. Во-первых, часто о нем говорят, как о проводнике некой такой, ну, попсовой, такой, восточной духовности, то есть, что вот он что-то там прочитал про буддизм когда-то, и вот он это вываливает, значит, в своих работах. Вот это, мне вот здесь ваше мнение интересно. И что вы думаете по поводу мнения профессора Жаренова, который говорит о том, что это вообще не литература, это вообще, значит, все фигня, все постановы и так далее? Ну да, это мощнейший его, этот баттл с его сыном, Жаренов против Жаренова по поводу Пелевинова, потом еще Пелевин, Жаренов младший еще немножечко дожарил Пелевина, причем совершенно заслужен по поводу, а эта женщина была настолько красива, что просто вау, ну, конечно, так писатель не должен писать. Ну как, с одной стороны, Жаренов старший, конечно, литературовед, ну, не в этом плане, он прав, что он литературовед, а он очень справедливо критикует, ну, практически под всем можно подписаться в области негативной критики Пелевина. А, значит, конструктивная сторона Жаренова, вот, литература есть страдание. Вот, я не могу согласиться с этим тезисом, но спорить пока я с ним не могу. Да, суть русской литературы, как великой литературы, это осмысление страдания. Но великой литературой является Марк Твен. Страдание ли это? Здесь, конечно, стоит задуматься. Поэтому, с одной стороны, да, я согласен с этой критикой, с другой стороны, непонятно, а какой тогда должна быть литература, по мнению Жаренова старшего. И, в-третьих, все-таки people have it. Ведь такое большое количество людей выбирает не потому, что жидомасоны их облучили вышками 5G и заставили читать Пелевина, чтобы кодировать, программировать. И такое большое количество людей выбрало его. И он своей грубой и примитивной литературой стал главным духовным вождем, можно так сказать, целых, наверное, двух десятилетий. Кто является более великим писателем массово в русскоязычной среде в 2000-х годах, наверное, даже в 90-х, это, конечно, Пелевин. Это, видимо, не случайно. Если мы говорим о какой-то маломальской претензии на серьезность, потому что так-то самый главный писатель это, конечно, Акунин в плане и тиражей, и влияния, и так далее. Но он и не претендовал на серьезность Акунина. Он как раз написал сначала много-много билетристики, а потом взялся за серьезные романы, вот аристономия там и так далее. Но надо сказать, что когда Акунин берется за какой-то серьезный, по его мнению, материал, за серьезное произведение, получается уже такое. То есть уже... Отчасти соглашусь. Акунина всерьез как литератор начали разбирать только вот сейчас, а Пелевина его мучили, терзали всегда, что он не настоящий писатель. Так что он на копии литературоведов он был с самого начала, потому что вопрос, который он поднимал, ставил, даже предлагал свои формы разрешения этих вопросов, они, в общем-то, актуальны. Мы в нем слышим себя. Вот Пелевин это наше все, потому что Пелевин это коллективный россиянин, выражаясь метафорически. Мне нравится... И это очень страшно. Мне нравится, вот если сравнивать Пелевина с Акуниным, Константин Петров пишет, Пелевин круче, три воскресательных знака, Константин согласен, наверное, с вами. Я думаю, что то, что писал Акунин, это заведомо, вот он сам про это говорил, это контракт с читателем. То есть ты даешь мне, ты платишь мне деньги, ты покупаешь книгу, я тебя развлекаю, и все хорошо. Да, а Пелевину насрать на читателя, а в последних книгах он еще и издевается над читателями. Он издевается как... И у меня к Пелевину еще даже собственные свои счеты есть, как оказалось, из разоблачений, что Пелевин жил буквально в соседнем со мной доме в Таиланде, и я долгое время даже об этом не знал. Это настолько мне было больно узнать, когда показали вот тот домик, в котором он якобы обретается, ну известно, разоблачение какое-то было на самой... Вот, то место, где я очень часто бывал, ну практически, ну не жил, ну бывал там, купался постоянно и релаксировал. И, значит, ну если бы я знал, я там стены пробил бы, чтобы заставить этого гада дать ответ на вечные вопросы. Это удивительный факт. Я его не представлял на Саму, и Саму это очень туристическое место, очень, ну сколько я знаю. Не везде, не везде. Я там именно как раз в другой среде был, и вот он именно в такой, в другой среде и находится. Хотя, что интересно, вот эта другая среда, она находится прям строго посередине одного из самых омерзительно туристических районов. Там огорожен такой как бы островок Шанти, в который он пребывает, и, значит, со всех сторон обтекаемый таким людским, значит, потоком. С одной стороны туристические лавки, с другой стороны один из самых гламурных пляжей, но в то же время рядышком очень много заброшенных отелей, где можно ходить из одного в другой, вот, и, в общем-то, размышлять о вечном, чем он, наверное, там и занимается. Удивительно, потому что я Топелевина видел где-нибудь скорее в Лаосе или где-нибудь в Мьянме или где-нибудь совсем там, где не ступала нога белого человека практически, где-нибудь на окраине близ одного из монастырей, но, видимо, хотя там, скорее всего, слиться с толпой было бы сложнее белому человеку, на него бы быстрее обратили внимание. Ну да, хотя вот, знаете, когда я читал там про его духовное искание и думал, где бы его встретить, буквально за полгода до этого расследования, разоблачения, уже не знаю, насколько оно правдиво, но я почему-то всегда представлял, что я его встречу в каком-нибудь омерзительно-пластмассовом супермаркете где-нибудь там в Южной Корее. И по большому счёту так и получилось. Какой-нибудь Walmart, да. Да-да-да, что-нибудь такое вот. Нет, ну да, да, что-нибудь такое. Ладно. Значит, мы с вами заговорили про... Мы как-то разобрались с вами с термином New Age, выяснили, что он означает и, ну, что, по вашему мнению, он на сегодняшний день уж точно малосодержательный, и поэтому вообще не стоит его использовать. Мы как-то договорились перейти на термин духовность. И вот всё-таки, да, про музыку. Не в контексте музыкантов, которые там привержены каким-то духовным традициям, а в контексте опыта прослушивания музыки как мистического духовного опыта. Вот когда я слушаю какую-то музыку. Вот у меня особенно бывает при прослушивании Starless, King Crimson, значит, бывает некий духовный опыт. Я думаю, вот это, да, вот это вещи, вот это божественная музыка. Можно ли вот это считать явлением духовным или же нет? Как вы думаете? Так. Вы в другое немножечко русло, сейчас меня хотите перетянуть в русло психологии. Я с удовольствием туда переползу, но мне не хотелось бы. Вот дело в том, что есть духовность, как мы определим духовность как таковую. Когда мы начинаем связываться с генерацией, а уж тем более с определением какими-то другими людьми выстроенных понятий религиозного или духовного плана, то мы становимся в методологическую проблемную позицию. Вот Рудольф Отто, он пытался определить ядро духовности и к чему он пришел? К тому, что он его просто напросто описал в книге, которая называется «Священное». Нет определения священного, кроме описания чувств, которые ты испытываешь при прикосновении к священному. В этом-то все и дело, что если мы чисто с психологической стороны говорим о духовности, то да, не только религия, но и другие формы культуры могут быть не менее духовными. Созерзание прекрасного полотна великого художника или кайфование от музыки там Пинг Флойд или Кинг Кримсон. Если это психологическая стороны, то мы тогда теряем разницу. Именно, наверное, поэтому организованные религии всегда очень сильно враждует вот с такими формами духовности, в особенности с музыкой. У них очень большие неладысы эти. В некоторых духовных семинарах, например, в Тобольску, духовных семинарии, там один из запретов, из которых даже официальный, то есть семинарий очень строгая, и самый главный запрет это запрет на слушание мирской музыки. То есть устраняем конкурентов любыми доступными способами? Устраняем конкурентов, да, потому что прошаренные духовные дельцы, они хорошо понимают, что все основывается только на плоскости ощущений, что ничего кроме этих ощущений нет. Быть, значит, быть восприятием. Но при этом все равно есть пропасть, есть огромная пропасть между вот этими додуховными, квази-духовными, я не знаю, как это назвать, впечатлениями, да, ощущениями психологическими, и уже религии, потому что религия предполагает... Нет пропасти, нет пропасти, никакой, эти пропасти выстраиваются только в рамках конкурентной борьбы. Взять, обозвать какое-то учение, или какое-то духовное течение, в котором там, ну, как минимум, там сотни тысяч адептов, взять, обозвать его каким-нибудь неологизмом, типа секта, или НРД, для того, чтобы просто обозначить путь не к ним, а к себе, и сказать, туда не ходи, снег башка попадет, больно будет, а ходи к нам, у нас свечки зажигай, и чтобы деньги никуда дальше не уходили. Это все на самом деле чисто такие светские, мирские, как правило, экономические, политические ходы. Нет никакой, на самом деле, большой пропасти. Все только в ловле, в ловле человеческих ощущений, человеческих чувств, христианство так даже и не просто это не отрицает, оно использует этот образ. Эй, ты, иди со мной, брось все, батю брось, лодку брось, сеть брось, идем со мной, я сделаю тебя ловцом человеков. Я скорее про другое, я скорее про то, что когда я вот послушал, послушал Пинк Флойд, так, а нам, нам Николай еще, еще прислал один донат, и сейчас я на него возьмусь отвечать. Так вот, сейчас я закончу мысль, Николай, я вам отвечу. И большое спасибо вам за донат, это очень, это очень-очень ценно, потому что вы сегодня прямо-таки стрим, стрим весь делаете, как говорил классик Россов, окупаете стрим, буквально. Так вот, просто я про что тут, я скорее что здесь имел в виду? Я имел в виду, что граница между вот моим личным, субъективным опытом, когда я сижу и слушаю Бетховена, допустим, и меня вот как-то, как-то меня вот вторкает, я не знаю, как это назвать, дипломатично, на парламентском языке, и когда у нас возникает, не знаю, объединение бетховенолюбов, которые идут, значит, кромсать тех, кто любит Баха или тех, кто любит Ольгу Бузову, все-таки эта граница, она достаточно большая. Вот о чем я говорю, когда говорю о пропасти? О том, что да, это может быть явление одного порядка, более-менее. Но какие-то идеи становятся настолько заразительными, настолько массовыми, что, по сути, становятся основанием для новой религии или для религии просто, а некоторые остаются в индивидуальном восприятии, в индивидуальном опыте. Вот я скорее об этом здесь говорю. И вот именно Паскаль Буае, когда пишет, объясняя религию, он именно пытается поймать вот этот момент, пытается вычленить, а какие, какой должна быть идея, чтобы заразить через вот этот механизм передачи мемов, условно говоря, такое количество людей, чтобы возникла религия. Вот я скорее об этом здесь. А вы знаете, я поначалу с вами согласился, пока вы рассуждали, а потом к концу я, в общем-то, пришел к тому, что, а не бывает таких каких-то особых форм чувственности, которые были бы доступны каким-то единицам. Потому что, несмотря на то, что мы все такие разные, разнообразные, несмотря на это, у нас некие рецепторы, особо главные рецепторы, делающие нас как личности, они у нас схожи. Поэтому Пинк Флойд, это Пинк Флойд для всех. Есть те, на кого он не воздействует, но на них воздействует что-то более примитивное. И что действительно, вот есть мы Пинк Флойда Любы, есть там Баха Любы, есть там любители группы Кис. Так что, найти какой-то маленький источник, который на единичного человека воздействует, так, чтобы он ощутил восторг, ну, наверное, просто это невозможно. Потому что мы, в общем-то, шаблонные существа, достаточно примитивные. Поэтому, и думаю, это палка о двух концах. Ну, в принципе, вот этот момент, и иметь в виду Догинс, когда рассуждает в Боге как иллюзии, о своей собственной, предлагает коммуникативную теорию возникновения религии. Что это обратная сторона нашей тяги к другому человеку. Это обратная сторона нашей способности зацепляться за другого человека. У нас как бы в этот момент отказывает некий чип, отвечающий за критическое доверие, и мы принимаем сразу же все. Видимо, этот же механизм действует в других областях чувственности, не только по отношению к человеку. Допустим, к музыке, допустим, просто к самим по себе ощущениям, к страху, к восторгу, к трепету, к обожанию, к ненависти, к ужасу. Вот эти ощущения, когда человек им поддается, вот, наверное, у него и происходит тот же самый механизм. У него автоматически атрофируются границы, и он впускает в свое поле зрения, поле обожания, поле взаимодействия других людей, и появляются бахолюбы. Это интересно, это интересный взгляд. Давайте Николаю ответим как раз в этом контексте. Пишет нам Николай. Пишет в донатах, друзья, если есть еще желающие написать вопрос в донат, то, пожалуйста, все ссылки полезны в описании. Итак, пишет Николай. Расскажите, как создать секту, чтобы уже, чтобы никто не догадался, а то до января ждать уже сил нет. Вот мне интересно. Кстати, Николай, у нас как раз есть с Кириллом на канале ролик совместный, я бы сказал, как называется, фит на моем канале, как создать, как создать, как создать, как создать, как создать религию. Что касается, как создать секту, я вот Николаю хотел ответить. смотрите, если исходить из того понимания термина «секта», который я тут на канале проповедую, что называется, то секта – это движение, точнее, это некая форма религии, религиозности внутри уже существующей традиции. То есть вам нужно сначала выделиться из уже существующей традиции. Насколько я, опять же, это понимаю, сект как некая часть, как некое учение внутри существующего. То есть, допустим, если вы находитесь внутри православия или внутри, не знаю, любой христианской конфессии, и вы, допустим, говорите о том, что, ребята, вы делаете всё неправильно, на самом деле, ИНН – это печать антихриста, поэтому давайте, значит, закопаемся все вместе где-нибудь под землёй. И это будет проявлением истинного христианства. В этот момент вы становитесь создателем секты. Если вам удастся харизматическим образом кого-то за собой утащить и доказать людям, что действительно, да, значит, вот это то, чем нужно заняться, это то, чем стоит заняться, то вы становитесь создателем секты. Если мы говорим о понимании более широком, о понимании ново-религиозное движение, вы не скованы уже одной традицией. Вы можете разработать учение и своей харизмой, силой своей личности убедить людей в том, что это учение имеет отношение к действительности. Ну, или не имеет, но в любом случае нужно ему следовать, чтобы получить какие-то преференции. Насколько я понимаю, схема такая. И ещё очень важно, как-то это правильно всё оформить и зарегистрировать, чтобы не попасть в места не столь отдалённые. Я не хочу, чтобы, Николай, вы встретили январь в этих достаточно малоприятных местах, как это сделал, например, Аяс Шабудинов. Поэтому вам нужно чётко прописать и чётко проработать суть учения. Оно должно быть, с одной стороны, внутренне... Оно должно быть притягательным, и оно не обязательно... Вот, кстати, Кирилл, может быть, со мной, я не знаю, согласитесь или нет, оно не обязательно должно быть внутренне непротиворечивым. Оно ведь может вполне содержать в себе элемент иррациональный какой-то, который вообще не... как бы, с точки зрения здравого смысла вообще не имеет ничего общего с действительностью. Главное, чтобы это звучало убедительно, главное, чтобы это воздействовало на эмоциональном уровне. Вот, дадите... Какой вы дадите совет нашему зрителю Николаю по созданию своей собственной секты? Пункт первый. Я с вами согласен во многом по поводу создания секты, но я хочу разграничить понятие выделиться и отделиться. Выделиться обязательно, а вот отделяться не обязательно. Поэтому секту можно и более выгодно создать внутри какого-то большого религиозного сообщества. В современной православной церкви и в русской, и в греческих различных там динаминации, там, как правило, возле каждого, вокруг каждого маломальски авторитетного старта собрана именно секта. В России действительно определенные организации собраны вокруг имени ныне покойного Данила Сосоева. Нечто подобное сейчас происходит с памятью покойного Дмитрия Смирнова. Значит, по старцам можно там все пересчитать, Наум Кирилл в лавре, Николай Гурьянов и прочее. То есть, собираются люди, весьма критично относящиеся к конкурентам из той же самой партии старчества. Но сверху над ними одна и та же крыша. Это РПЦ, МП, ну, или греческие какие-либо церкви. Значит, так, что выделиться обязательно, отделиться не обязательно. Вот этот нюанс я бы хотел обговорить. Это первое. Второе. Что значит секта? Секта, значит, отделенный. Это психологический термин. Термин секта обозначает сообщество, которое крайне критично настроено ко всем остальным точкам зрения, не принимает никакую позицию, кроме своей, и допускает агрессию как способ взаимодействия. И причем даже не сообщество, а речь идет о мышлении каждого из этих адептов. То есть, такой предельный догматизм, причем в активной форме. То есть, секта, это уже по определению сообщества людей немножечко долбануты. Людей, которые немножечко нездоровы, которые с большим трудом испытывают возможности взаимодействия с другими людьми. А поскольку в нашем мире и во всех мирах все взаимодействия, как правило, сводятся к взаимодействиям материальным, то поэтому в секте один из главных вопросов, разумеется, будет вопрос денежный. Кто кого обует на бабки? Поэтому все секты, как правило, вокруг этой темы в итоге и заворачиваются, и разоблачаются триумфально кем-нибудь типа Дворкина, именно как раз на Ильтам Шабуддинова, на основе вот таких вот финансовых каких-то злодейств, которые связаны с ограблением легализованным другого человека. Насколько это самой структурой секты обозначено. Секту не надо создавать. Нужно создавать, если хочется религию как просто способ действительно вознаградить чем-то людей. А для того, чтобы создать духовное какое-то учение, здесь нужно просто-напросто понять, чем я хочу наградить людей окружающих, в хорошем плане, не в венерологическом. Значит, что именно доброе я хочу дать другим людям, что я имею такое, с чем другие могли бы жить лучше, чем жили до меня. И если я это имею, нужно найти способы, как этим поделиться. Вот об этом и будет, собственно говоря, мой курс, как создать религию, которую, если Господу будет угодно, мы запустим в январе. Поэтому он не предполагает мошенничество ни на ранней, ни на средней, ни на промежуточной стадии. Поскольку, если уж ты решил создавать религию, то делаю для того, чтобы людям сделать лучше. И не ври людям, и не старайся их обобрать, залезти им в карман, в холодильник, в постель к этим людям. Будь честным, как были, в общем-то, как мне кажется, честными основатели самых главных, основных и известных религий. Поэтому здесь нужно разграничить, все, кто это одно, это автоматически мы вплываем в область Уголовного кодекса, а создать религию это несколько, в общем-то, другое. Здесь речь идет о благотворении другого человека. И здесь, конечно, Никита абсолютно правый, что здесь совершенно не нужно создавать непротиворечивое что-то. Наоборот, чем противоречивее, тем лучше. Это потому, что гладиолусы действовать будет так, как ничто другое не действует. Да, потому что, если посмотреть банально на, простите, христианскую догматику, можно просто, ну, с ума натурально сойти, если начать вдумываться в то, во что предлагается поверить христианину. То есть, это с одной стороны единство Бога, с другой стороны его троичность. Это что? Это как вообще? То есть, это абсолютно неуживающиеся вещи. Или еще одно, тоже боится и про это писал еще когда-то, в пятом веке, что, значит, с одной стороны свобода воли, с другой стороны, значит, адра и все остальное. То есть, как это вообще все сочетается, да, свобода воли и всемогущество Бога. Как? Это несовместимые вещи? Да, когда изучаешь каких-нибудь отцов церкви, например, Кирилла Иерусалимского или там моего, так сказать, моего, так сказать, святого, Кирилла Александрийского, то когда вот видишь эти натяжки, попытки стянуть одно с другим, изобретение каких-то слов, каких-то новых понятий и как они кайфуют от того, что у них это получается, ну, я думаю, что это, видимо, потому что в религиях запрещены наркотики. Вот они изобретают какое-то... Ну, сейчас же говорят ученые, что во время бега, почему там бегуны подсаживаются на бег, вот, кстати, есть из их числа, что во время бега вырабатываются некие там, значит, нейроканабиноиды, которые воздействуют определенным образом на мозг. Ну, возможно, во время интеллектуальных усилий тоже нечто подобное высвобождается. Подождите, а вы бегаете? Сказал, что на самом деле Иисус Христос не бог, не человек, а бог, а человек. И с усиями, с ипостасиями, с природами, с энергиями разобрался, разгромил всех дохалкидонских нам монофизитов. И, видимо, торч действительно настолько мощный, что других этим заражаешь. А потом смотрят на это со стороны, говорят, вау, антиохийская школа, что-нибудь такое. Я не понял только из вашего спича, вы сами бегаете или как? Бегаю. А какая у вас была максимальная дистанция? Ну, она максимальная, у меня примерно одинаковая, примерно 11 километров. Это хорошее. И просто, я не знаю, мы, по-моему, с вами это не обсуждали, я полумарафон пробежал в октябре впервые. Да, вы говорили, кстати, хотел спросить, но забыл. Вот я бегаю 11 километров, причем у меня перепады этих высот. Вы уже трейлранер практически. Практически трейл. Да, стараемся. Не всегда это легко дается, но, уважаемые зрители, это великолепная альтернатива религии. То есть, если вы действительно хотите подняться над самими собой, ноги в руки и бегом в любую погоду, зима, лето, пекло, снег, лед, минус 40, бегом. Вот. Будет такое самоуважение, что потом там ни один поп к вам не подступится. Ну, кстати, кстати, вот у меня было видео на канале давным-давно, еще пару лет назад, про, значит, про как раз бег и, ну, типа, бег и религия, я уже не помню, как оно называется. Я как раз про эйфорию бегуна рассказывал, про то, что это достаточно, достаточно мощная замена. Ну, я для себя заменил алкоголь, в принципе, да, не употребляю ни в каком виде алкоголь, заменил ходьбой сначала, а потом бегом. И действительно, это может как шутка сейчас прозвучало, да, из ваших уст, что заменит вам религию, но ведь это действительно, ну, не то, что религию, потому что социальный аспект это, хотя социальный тоже может заменить все-таки беговое комьюнити, да, там люди друг друга поддерживают. Вот я когда бежал в полумарафон, значит, там люди кричали, там, давай, шахматы вперед, там, я с одним товарищем зазнакомился, он знал, что я шахматист, поэтому, значит, кричал шахматы вперед, то есть и социальный аспект тоже. Но единственное, что разве что не заменяет мировоззренческий аспект, разве что не позволяет как-то вот мир постичь и объяснить во всей полноте. То есть бег все-таки это достаточно узкая вещь, которая, ну, она все-таки достаточно эпизодично это объясняет, как мне кажется. Ну, вы знаете, я сразу Фореста Гампа вспоминаю. Во-первых. А во-вторых, а кто там бегал? А Сайбаба, Сайбаба же бегал. Тот самый известный, вот с таким кустом на голове, если кто не в теме. Он бегал. Кстати, когда известный, известный, значит, вот, кстати, для меня это важный пример того, о чем мы с вами сегодня говорим, спиричуэлити. Вот человек олицетворения спиричуэлити, который во все спиричуэлити, какие видит, он ныряет просто с головой, это БГ. Значит, он и к Сайбабе ездил, и, значит, его называл Богом, он и православным себя называл на моей памяти, он себя и индуистом, и буддистом называл, то есть кем он себя только не считал. И это достаточно забавно. Для меня, честно говоря, это не показатель большого ума, если честно. Ну, вот это так, это мое оценочное осуждение. Ну, тут я, наверное, не соглашусь по поводу того, что БГ это делал неосознанно и ныряло все за головой. Все-таки БГ это все-таки на самом деле настоящий Бог, и имя его с нами. Раз вспоминается Дмитрий Быков в своей футболке БГ есть, где-то она у меня лежит, к сожалению, естественно, на рабочем столе тот показал. Вот, так что я сам большой поклонник БГ, вот, и, в общем-то, тоже по началу мне казалось, что это все неосознанно. Нет, на самом деле весьма осознанно. Это все действительно единый ансамбль, который для него не противоречивый, БГ, который переводит Бхага в Адгиту и одновременно с этим делает список всех чудотворных икон Божьей Матери. То есть БГ, самый главный в России, в русскоязычном пространстве, специалист по иконам Богородицы. Никого круче него нет. И переводчик Бхага в Адгиту. Так что в его мире это все вполне не противоречиво сводится. И самое главное, что мне здесь в нем импонирует, это его ненавязчивость. Не заставляет медитировать на берегу Волги-Матушки. И вообще ничего не заставляет. Просто делится своими определенными какими-то экзерсисами. Так, тут пишет Виктор Че. Виктор, здравствуйте. И у Николая, только, видимо, Николай это я. Я готов быть Николаем, если что. Если учесть, что сегодня Николай нам тут написал и надонатил, я готов уже стать сам Николаем. И у Трикстера сегодня одновременно интересные стримы. Придется Трикстера смотреть записи. Эх, то есть Виктор выбрал наш стрим, а не стрим Трикстера. Это очень приятно, всегда приятно выиграть у моего замечательного коллеги конкуренцию. Это приятно. Трикстера, мы приносим свои извинения, вот мы нечаянно, мы не намеренно, но мы вас рекламируем. Нет, нет, Трикстера я всегда рекламирую, прекрасный, прекрасный парень, просто отлично все. Мы с ним постримили в прошлый раз, и так меня что-то разнесло, так я начал там, значит, и про то, и про это, что стрим аж скрыл в итоге. Бывает такое. Разойдешься иногда, и потом стрим как-то скрывать приходится. Значит, Кирилл, вот тут человек добивается уже, уже пятый раз он пишет один и тот же вопрос, давайте все-таки человека как-то уважим про виссарионовцев. Ваше мнение, это что? Виссарионовцы это что? Это секта, это НРД, или это как? Или это что? Да я противник вообще того, что вот за этими понятиями бегать. Ну, понимаете, здесь нельзя впадать в одну из двух подростковых крайностей. Первая крайность, это все строго раскладывать по полочкам, да нет в природе такого. А вторая крайность, это наоборот, все сливать воедино, говорить, а, все, единая духовность, разницы нет между виссарионов, Б.Г. Пелевиным и митрополитом Варфоломеем, вот это все единое. Это просто определенное сообщество. Если ты являешься каким-нибудь игуменом русско-православной церкви, и тебе очень, и твой монастырь находится неподалеку от поселка Виссариона, безусловно, Виссарион секта, причем тоталитарная. А если у них уже построены определенные сооружения, земля возделана, миллиардация, ирригация проведена на территории, буквально через забор от монастыря, то это зловреднейшая экстремистская секта, безусловно. А если ты являешься религиоведом и смотришь на то, как там люди бьют с лбом об стену, и каких выображаемых друзей при этом они себе придумывают, и по большому счету тебе на всех наплевать, и ты изучаешь просто, как люди вообще трансформируются, как у них представление о мире трансформируется в головах, как они себя ведут, то это религиозные движения, так я его называю. Поскольку оно несколько своеобразно и подобных, в общем-то, раньше не было, мы их называем новыми религиозными движениями. Поэтому с какой колокольни хотите, с такой и смотреть. Только не надо людям плохо от этого делать. Нет, вы сейчас, вот я вас немного не понимаю, вы сейчас ответили на вопрос, я задал вопрос, да, это НРД или секта, вы ответили НРД, но перед этим осудили попытки какой-то категоризации, сказали, что это все какой-то подростковый взгляд. Мне кажется, что... Кому как хочется, конечно. Дело в том, что термин, термин секта, это не религиозный термин. Он бессодержательный, он не выдерживает никакой серьезной научной критики. И используют его только товарищи в каких-то сугубо прокурорских целях. Так что, поэтому, если мы используем этот термин, и мы хотим использовать, мы найдем, как его использовать. Если мы хотим как-то классифицировать это духовное движение, то тогда автоматически нас волной приносит к термину НРД. Если его пока что еще не запретили. Я с вами не соглашусь по поводу того, что секта это какой-то там нерелигиовический термин. Ведь термин секта, он возник в начале 20 века и использовался очень активно в социологии религии и Максом Вебером и Эрстом Трюльчем. Ну, они такие знатоки в религии были, конечно, и что один, что другой, что Вебер второй, Альфред тоже, в общем-то, он его использовал, но, значит, они не очень-то большие здесь были специалисты, они фактически религию не исследовали как таковую. Вот, и то, что они называли подсекты, это, во-первых, у них и собственный произвол, так что, ну, конечно, он был этим термином, например, как мы назовем какие-то сообщества, которые возникали в Средневековье, в христианском западном мире, мы их называем сектами, как мы назовем сообщества, которые возникали, например, в Российской империи в 18-19 веке, там, прыгуны, например, молокани, вот, мы их называем сектами определенным образом, но это, опять же, несколько другая терминология, значит, классический термин секта, вот, ну, в общем, его сложно использовать, потому что он сегодня уже занят другими людьми, этот термин. Это термин, обозначающий узость ума, обозначающий агрессивность, экстремистские намерения, поэтому, вот этот термин используют, он заранее не настроен на то, чтобы воспринимать это сообщество, просто как какое-то особенное другое сообщество. Это то же самое, что спрашивают про человека, а вот Иван Иванович, он урод или не урод? И потом мы начинаем говорить, что вот термин урод возник, например, там, в творчестве каких-то филологов, а кто-то даже написал книгу, вот, про уродов, вот, фильм сняли про уродов и людей, так что была терминология, использовала. Нет, сегодня этот термин используется как уничижительный. Этот термин является инструментом насилия, поэтому, если мы хотим его использовать, тогда переубедить никак нельзя таких людей. И я здесь с вами согласен на том, что сегодня термин дискредитирован абсолютно ненаучным использованием, но, на мой взгляд, я бы его не стал отдавать. То есть, например, я вполне себе, ну, когда мы говорили о сектах, например, с тем же Константином Михайловым, мы тоже это обсуждали, то есть, есть конкретные примеры сект, которые вот иначе как секты и не назовешь. Ну, вот, например, как назвать движение, мы с вами тоже это в интервью обсуждали, значит, движение Сергия Романова. Ну, это иначе как секты не назовешь, или движение того же Петра Кузнецова с пензенскими закопанцами. Иначе как секты, это очень точный термин. Это термин, который обозначает вполне конкретное явление, ну, просто то, что этот термин заняли сейчас люди. Да, у нас его украли, этот термин, поэтому используя его, мы подыгрываем совершенно другим людям, которые в религиовеке разбираются, как свинья в апельсинах. Поэтому, ну, вот, нас обобрали, пока мы там концы с концами сводили, эти ребята друг в друга в задницу заглядывали, построили себе карьеры, опубликовали дворки, на каждом прокурору на рабочий стол поразложили по учебнику сектоведения. Поэтому все, поздняк метаться, нам уже нужно какой-то новый термин придумывать. Может быть, но я веду... Мы проиграли семиотическую битву за термин. Возможно, и проиграли, но я, как это, может быть, я последний боец в данном случае, на данном поле боя, но я кидаюсь на абсолютно каждого, будь то, значит, блогер, маргинальный, значит, когнитивный надзор, будь то, значит, различные другие блогеры, которые рассказывают там. Кстати, я даже пару лет назад сделал обзор критический на Михаила Лидина, хотя я к нему всегда хорошо относился, к его творчеству. Я записал ролик, где я сказал, что вот все хорошо, не надо только термин секта вот так использовать. И, кстати, я не знаю, как это со мной связано, может быть, со мной вообще никак не связано, но Михаил в последнее время он слово секта в кавычки ставит. И это уже какой-то неплохой симптом, потому что все-таки это величина, тот же Лидин. Поэтому, ну, я все... Ну, наверное, да, нужно искать уже новый термин, но про старый периодически напоминает, что он узурпирован, что его нельзя использовать в уничижительном контексте. И то, что российской наукой, которую мы видели недавно с вами, качество российских социальных наук в журнале «Юридические науки и жизни», или как этот журнал называется, да, со статьей про рептилоидов. Про рептилоидов. Да-да-да. Вот наша наука. Мы не должны с этим смиряться и говорить, ой, там все, значит, все, что там, все проигранно. Нет, мы должны как-то за это бороться и указывать. Я всегда указываю на то, что в международном научном контексте нигде больше этого нет. Только в России и еще в паре-тройке правопорядков. Поэтому я бы так тут руки не опускал и все-таки намекал на то, что в общемировом контексте «сект» — это вполне нормальный термин, который используется и который не получил негативную коннотацию. Хотя та же Айлен Баркер, например, она неоднократно тоже писала, что давайте использовать типа «neurologious movements», но это просто ахинея, потому что невозможно прыгунов назвать «neurologious movement» или бегунов. Она их по-другому как-то называет. Сейчас из головы выскочила. Она использует в отношении к ним другой термин. Сейчас я не могу вспомнить. Так разумеется, не «new». Забыл, как она называется. Может быть, «caute»? «Закрытое сообщество» или как-то так. Кажется, «закрытое сообщество» она использует термин. По сути дела, та же самая секта. Ну, кстати, да. Потому что вот деноминация это слово, оно никуда не ушло из религиоведения, оно у нас осталось, и, к счастью, его никто не экспроприировал, поэтому можем его хотя бы использовать. Ну, или поменять, например, само слово «ушколитаснотопа», что говорит не «секта», а «сектум», использовать в мужском роде. Пишется не слово. Как-то надо выключиваться, да. Так, ну, нужно что-то здесь сделать. Нас просто обобрали в этом плане. И сейчас снова будет, вот, кстати, я вышел в юридическом журнале, где рассказывается про основы государственности и все прочее. Ну, вот кто вот сейчас на это даст ответ? Опять же, а эти ребята будут расставать в своем этом семиотическом пространстве, там, переколдовывать будут его, вот, пока не займут его полностью. Тогда мы опять будем у себя в нашем родном русском языке как новаторы себя чувствовать. Ну, ладно, ладно, я начал кринж нагнетать, давайте разгонять. Пишет... Вот видите, я отодвинулся, аура снова пошла не так. Вот здесь передвинулся, скречусь, и все пойдет как надо. Пишет Станислав Сильнов, что Когнитивный надзор явно не маргинальный блогер, у него 174 тысячи подписчиков, а это оценочное осуждение, я бы сказал, это оскорбление. Я оставляю за собой право оскорблять, значит, индивида, который мне не нравится по ряду личных причин, которые я бы не хотел озвучивать. Поэтому в данном случае это была не констатация факта, это было личное оскорбление, имею право. Мой стрим, вы же хотите, ну, это же лучше, чем я бы тут матерился, как Шадов. Я, видите, если я хочу назвать человека нехорошими словами, я называю его маргинальным блогером. Мне кажется, неплохо. Вау, ну, ну, вы дали жару. Прям, ну, осторожно так. А то сейчас, сейчас не то, что там когнитивный надзор, сейчас просто соседи придут и начнут ругаться. Так нельзя выражаться. Это очень жестко. Давайте, давайте поднимем еще одну актуальную тему. Я думаю, сейчас народу будет интересно. Тут 21 зритель нас смотрит. Это хороший показатель. Всем привет. Всем привет. Да, всем еще раз привет. Друзья, кто не поставил лайки, не написал сообщение в чат и не отправил донат, к тому придет когнитивный надзор и запишет на него обзор. Где назовет... мы сейчас запишем и передадим этому самому, как он, надзору-то этому. Да, да, да. Они там все придут. Ну, просто, я просто для понимания, да, когнитивный надзор сделал 20-минутное видео, где рассказывал, как, значит, сектанты манипулируют сознанием, то есть просто выдал абсолютный набор дворкинской этой галимати. А-а-а, все-все-все вспомнил. Да, я буквально вот сегодня это видел, да. Подержался. Сегодня как раз смотр проводил всех роликов на эту тему, да. То есть это просто, это просто абсолютно кринжовый ролик, и при этом человек себя позиционирует, как, значит, строго научный взгляд. А еще он сумел распиарить свой канал за счет, ну, я не хотел бы, да, поднимать эти вопросы, и на этом тема будет закрыта, да, но за счет, ну, сугубо такой ядерно-оппозиционной аудитории он сумел поднять свой электорат за счет стримов там некоего, некоего там плющего там и так далее. То есть это вот его, как бы, его способ набора аудитории. Мне такой способ кажется не, как бы, ну, неадекватным, что ли, в контексте того, если ты позиционируешь свою деятельность как некую научную, а не пропагандистскую. Вот и все, вот вся претензия. А то тут народ... Ну, потому есть, 4 тысячи подписчиков, ну, ничего вы хотите. Ну, я ничего не хочу, я просто высказываю свое отношение, и все, и как бы имею, оставляю за собой право остаться в нижнем интернете и при этом, значит, оскорблять тех, кто успешнее. Значит... Ну и куда подальше, ну и в топку. Значит, давайте с вами обсудим актуалочку. Актуалочка звучит так. Тренинги личностного роста. Мы с вами немножко это затронули, затронули это в интервью, но я хочу развить немножко, эту тему. И конкретно вот то, что мы с вами уже решили, что термином эзотерика называть нельзя. То есть это астрология, торология, матрицы желаний, значит, диагностика кармы, марафоны желаний. Вот, Кирилл, как вы для себя объясняете, откуда такая дикая популярность в разных социальных сетях у этого? Вот откуда это берется? Ну, и чего именно популярность? У конгломерата вот этих духовных квазиэзотерических направлений. Они не конгломерат, они действуют по раздельности, во-первых. А во-вторых, они всегда были популярны. Такие движухи были популярны, ну, во все эпохи. Они даже не очень-то друг от друга различались. Даже в советское время были такие различные сообщества и весьма массовые. хотя бы, хотя бы, если мы говорим, когда началась-то. Почему, собственно, на Рерихов-то обратили внимание в Советском Союзе? Потому что до них только и дотянуться можно было. Поэтому хватились. А Виссариона, если мы возьмем, движуху, вот, и прочее, прочее. Так что, они всегда были популярны. Ребята, которые заклинают пустоту и, значит, рассказывают нам в байке про то, что правильно хлопают ладонью, повлияет на то, что у тебя больше денег и меньше опухоль, они всегда были популярны и будут, и есть. Напрасно мы их там выделяем, и там, как конгломерируем как-то друг с другом. Это просто вот новая форма. Они всегда эксплуатируют в каждую эпоху какой-то определенный вид либо невежества, либо социальных страхов каких-то. Вот эти вот, вот такого плана. Они эксплуатируют это желание такой гламурной жизни, буржуазной, такой столичного типа, с такими вышкаленными, отфотошопленными фотографиями, значит, зажиранческого, прекрасного бытия с одной стороны. С другой стороны, значит, они показывают тот образ, которому людям хочется вырваться. Что такое, в общем-то, само по себе религия? Это обретение компенсационного какого-то мира. И вот люди из микрорайонов, из зачуханных маршрутов попадают совершенно в другое пространство, где им показывают великолепные фотки с улыбающимися, значит, очень здоровыми и красивыми людьми, которые им рассказывают, что, по сути дела, у них уже деньги в кармане есть. Говорят с ними красиво и уважительно, обращаются к ним на вы и даже не матеряться. Так что, это всегда people have и будет хавать дальше. не надо их выделять. А что касается... Я все-таки считаю, что можно выделять, ведь мы можем при помощи разных метрик это посчитать. Например, есть... Мы опять же классифицируем, то есть там 70-е годы одна фишка, 80-е другая. Вот в 90-е годы был небольшой провал такой, и в начале 2000-х я даже думал, что как-то они исчезли, что организованные религии вот захватили все эти тендера. Вот. А сейчас новая волна пошла, такое разнообразие. Хочешь там саентологию, хочешь диспензу читать. У меня один мой приятель, миллионер, очень обеспеченный, замечательный человек, вот он диспензу 11 раз прочитал. 11 раз! Так, а диспензу это что такое, простите? Это один из главных гуру современного личностного роста, как говорится. То есть это как? Я вот, собственно, с диспензы начал изучать все эти курсы, тренинги, коучинги, и вот в них обнаружил ту духовную составляющую, которая весьма замикширована, на первый взгляд ее не видно. То есть, на самом деле, это все обращается именно к религиозным пластам человеческой чувственности и психики, а не к каким-то наружным, мерцающим, глянцевым ожиданиям. Это что-то удивительное, потому что, потому что я никогда про меня не слышал. Это очень популярная тема. Нет, вот сто раз на это натыкались. Тема, они эксплуатируют тему нейробиологии, биохимии, вообще биохимию называют модной московской религией, хотя диспензе не москвич, конечно. Вот, то есть тема того, что наш мозг неправильно работает, а ты возьми и перезагрузи, перепроши, пересобери, переделай отношение к действительности, отношение там к тому, как ты относишься к своим собственным отношениям. И в итоге ты перепрограммируешь, это все из базара выходит, из лексикона, ты перепрограммируешь реальность, перепрограммировал свою картину мира. Аминь и богу, слава. Что удивительно, я вот сейчас загуглил, да, Джо Диспенза, некий товарищ, который там сверхъестественный разум там что-то такое писал. Я слышал только Тони Робинса. Тони Робинс эксплуатирует абсолютно все паттерны американского телеевангелиста с белыми зубами, значит, с криками, воплями с какими-то там «Ты сделаешь это!» Что-то там «Jesus is my friend! You get it!» Какие-то просто абсолютно выкрики, значит, и ряд манипулятивных технологий. Ну вот, это суперинтересно, кстати, вот то, что вы сказали по поводу «запустить свой мозг», это ведь действительно какие-то религиозные, околорелигиозные концепции. Типа того, что во мне скрытый потенциал там какой-то, да, вот «Я стану королем шаманов!» и так далее. Это что-то... Я разбогатею, там, визуализацию, что не практикует, вот, и прочее. Просто это все сделано на современном, условно говоря, уровне, на котором носят в руках бумажные стаканчики с кофе, вот, значит, на хипстерском, таком, буржуазном уровне. Поэтому все не воспринимается как единое родовое явление с какими-то более такими примитивными, устаревшими формами массовой такой духовности. Но это есть... Вот для примера я один пример манипулятивный раскрою. Вот в качестве... Ну, такой возьмем, студентам своим рассказывал. Перепрограммируй мозг. То есть диспенза рассказывает. Мир состоит из вещества. Просто расскажу вам, как действует механизм. Мир состоит из вещества. Но что есть вещество? На самом деле все состоит из молекул, молекулы сет из атомов. У атома есть ядро, а на орбите на огромном расстоянии, подобном расстоянии, в процентном отношении от поверхности Земли до Луны летают электроны. И они носятся с такой бешеной скоростью, что, прикасаясь к предметам, намнится, что они твердые. Но нет, на самом деле, прикасаясь к бешеным, чащимся электронам. А что между ними? А пространство между электронами и ядром это пустота. Поэтому мир состоит из пустоты, пишет диспенза. На самом деле, дальше он делает весьма такие не очень удобные трюки. Поэтому все есть пустота. То есть ничего нет. И все и существует только в нашем представлении. Кстати, как не дивистика, вот и на этой же теме выросла. Все только в нашем представлении. Поэтому измени представление о мире, и ты изменишь сам мир свой. Потому что другого мира, кроме мира твоих представлений, нет. Вот так вот. Причем это вот диспенза. Причем все основывается на прямом совершенно вранье, потому что диспенза, как человек образованный, он не может не знать о том, что представление о том, что между ядром и оболочкой не пустота, а потому что нашпиговано всякими там промежуточными векторными бозонами, бозонами Хиггса и прочее. То есть мир не пустота, поэтому он не может не знать об этом с высшим образованием. Он в школе проходил элементарно в Америке в своих уроках по физике. Поэтому он либо действительно абсолютный каким-то образом сохранившийся профан, который нам свой профанизм рассказывает, либо это просто мошенник, который врет для того, чтобы создать вот такую красивую в общем-то картинку совершенно неправдоподобную на уровне представления о физике начала девятнадцатого века. Но ведь это мимикрия под науку, ведь он пытается каким-то образом... Да-да-да, вся современная духовность, она очень такая наукообразная. Извините, перебил вас. Не-не, это ценно замечание, потому что для меня вот это было вообще не очевидно, что настолько... А я думаю, для меня тоже, но когда уважаемый мной скептик рассказал мне, Вадим, привет, ты the best, вот, мой очень много мне помог, поэтому привет тебе передаю. И когда он мне рассказал про одиннадцать раз, вот тогда-то я уже на спор, потому что он попросил, взял, и с него поперла звезда по кочкам, потому что я начал все вот эти современные вот эти тренинги роста и прочие разбирать, и в них, в общем-то, все одно и то же. То есть, с одной стороны, это банальное словоблудие, основанное на мошенничестве, подтасовке фактов, но обращенность именно к религиозным тем самым полостам, что тебя захватило. Вот еще пишут... Вот еще Зеланд Транссерфинг реальности вспоминается, тоже ведь там попытки... Спасибо, да, наконец-то, имя крутилось, крутилось в голове, спасибо за напоминание Транссерфинг реальности. Не, ну это, да, это что-то совсем интересное, а еще была диагностика кармы Лазарев, я помню. Это прежний уровень, там тоже, это страничка девяностых годов, да, немножечко восьмидесятых Лазарева, вот до сих пор помню, как стою я на своей прекрасной малой родине в городе Южно-Сахалинске на берегу реки Сусуя и смотрю, книга плывет по реке, я ее корягой подгребаю Лазарев диагностика кармы, ну вот она, ко мне она сама приплыла свыше по течению, вот, ну, там, правда, канализация чуть выше по течению впадает, но там труба узкая, книга не могла пройти, поэтому, видимо, она все-таки не из канализации приплыла, свыше мне была дана. Да, примерно те же самые подходы и наукообразие того времени, вот, только сегодня это выглядит устаревшим, архаичным, поэтому уже не актуально, не торкает уже. Я недавно в Вологде наткнулся на поразительную вещь, значит, в одном из торговых центров целый, значит, целая торговая точка стояла звенящих кедров России. Я у себя... Вот. Я у себя в Петербурге этого не видел уже очень давно, я только у бабушки находил книги, да, эти, значит, про Анастасию, а там целая торговая точка, где и магнетики, и кружечки, и книжечки, значит, Мегре Пузакова продаются. Удивительная вообще вещь. Да, вот тоже хорошо вспомнили, тоже из этой же оперы только эксплуатируют немножечко другие паттерны речевые, чем то, что сегодня в моде. Вот. Это эксплуатирует вот эту тягу двухтысячных годов по традиционности, по автохтонности, по правильности, по истинности. Вот. Это вот то, что такой традиционалистский тренд, который потом выродился и в того же самого Дугина, и в современный вектор политики российского государства, вот, они, в общем-то, и стоят вот оперы. Поэтому тогда они звучали так же современно, как сегодняшние. Тренинги личностного роста. Это, в общем-то, и был тренингом личностного роста. На это ходили за этой же целью. Получить, так сказать, поддержку жизни, понять, что неправильно живешь, а правильно жить вот так-то и так-то, по наследию предков. То есть, вот в феномене той же Блиновской вы ничего специфически современного не видите? То есть, это... Современно, потому что это обыгрывает современные определенные, во-первых, страхи, а во-вторых, тренды. Понимание современного человека, что он, в общем-то, никогда, живя в третьем мире, во втором мире, в развивающихся, в ресурсно-добываемых, как это сегодня говорится, петрократических государств, мы никогда не будем жить, как ГМР Симпсон в домике с гаражом и с двумя машинами, работая, обеспечивать целую семью, вот, и так же забавно, замечательно жить. И поэтому мы понимаем, что эта реальность от нас ускользает, поэтому за ней надо бежать, вот он, марафон, это во-первых. А во-вторых, при этом вся вот эта вот белиберда, вся эта трескотня на тему там развития личности, на тему недопущения к себе там всяких этих там неологизм, всяких там абьюзеров, там газлайтеров, прочее, все это тоже приправлено. И в итоге вот получаем мы какую-то бодрящую штуку. С одной стороны, это, я понимаю, что это массовое движение, поэтому оно меня охватывает. С другой стороны, оно обращается к моим, а, страхам, б, значит, к культурному коду, в котором я нахожусь. Вот эти три компонента, они меня, конечно, поднимают, заряжают. Может, и действительно у кого-то что-нибудь там вылечится, нога заново вырастет. Ну и нет. На самом деле, я бы здесь еще не сбрасывал за счетов, вот тоже мне там писали люди перед стримом, да, вот что там с Блиновской и так далее. Я бы не сбрасывал со счетов еще такой аспект, что ведь люди, которые, ну, потенциально, латентно были бы аудиторией там тоже Блиновской, сто лет назад они не имели финансовых возможностей, да, они были вынуждены горбатиться, работать там с утра до вечера, и тогда у них не было свободного времени, у них не было доступа, доступа в интернет, да, банально с возможностью с телефона никуда не идти, даже не нужно никуда, ты просто открываешь телефон и у тебя тут этот чарующий мир, и человек сидит, он... Помилуйте, помилуйте, это как сто лет назад имели, а штунда, а протестантская движение, а субботники русские, вот, это массовые движения, уж даже не говоря о подъеме в 19 веке и малаканство, которое дошло аж до уровня Льва Николаевича, и, ну, и прочих различных движений, вот, это вот марафон желаний того времени, проблема Блиновска была в том, что она, ну, слишком грубо и неграмотно все это сделала, надо было обозначить цель, либо конкретно достижимый, например, заработать на переезд Блиновска в Испанию, и тогда отлично бы сработало, она бы переехала, говорит, я переехала, вот теперь вы давайте переезжайте, как Рон Хавард, вот, значит, либо обозначить духовную перспективу, что мы там не просто осуществляем свои желания, а в итоге мы развиваемся, как какие-нибудь там эгрегоры, вот, а значит, она не там, не сям была, поэтому, в общем-то, прокуратура ей заинтересовалась. Да, но, на мой взгляд, грамотный юрист поработал, потому что, по мне, такая-то прямая заявка была бы на мошенничество, но, видимо, договоры какие-то там составлены так, что она просто оказывает услугу, и она ничего не обещает, и она оказывает услугу просто по предоставлению, потому что, а я за это взяли за мошенничество, ну, по крайней мере, так. Ну, почему и привел, в пример Штунду и прочее, вот это, так называем, библейское возрождение конца 19-го, начала 20-го века, так, то же самое, так что точно прокуроры на них точно такие же протоколы вставляли, что они там грабят людей, что они получают огромное количество недвижимости, которую люди им сами отдают, вот, библейское общество, вот, и вот голоски, это из головы выскочило имя одного из основоположников вот этой всей движухи евангелистической в Российской империи, так что помогайте, уважаемые зрители, помогайте, там, гуглите, как звали, так что тогда, в принципе, то же самое было, ничего не изменилось, лишь риторика иная. Пишут, кто-то знает, кто-то знаком с книгой... Пашковцы, извините, извините, я вспомнил, Пашковцы. Пашковцы, интересно. Кто-то знаком с книгой Уаспи Джона Ньюбру, Google называет ее новой Библией, я не знаком, а вы знакомы? Я слышал про нее, но не знаком. Я тоже не знаком. Но теперь уже знаком все. Я теперь знаком, да. Не-не, это что-то интересное, новая Библия, я думаю, что про многие книги писали, что это новая Библия. Это хороший маркетинговый ход, причем, я бы сказал, маркетинговый ход такой сугубо американский, то есть такой провокативный и с одной стороны какой-то вот... То есть, вот у меня новая Библия, поди, поди докажи, точнее, поди опровергни это. Для этого тебе придется ее купить и прочитать. Там можно делать. Конечно, лишь там можно делать, потому что там нет государственной религии. В России поди сделай. Библия равняется русско-православной церковь московской патриархии. Поэтому, извини меня, буква С в кружочке, буква Р в кружочке, авторские права защищены, поэтому нельзя использовать термин Библия, применимо не к тому, что куплено в церковных лавках. Пишет Виктор Че, а еще был фильм «Секрет». Вот тоже, тоже справедливо. Фильм «Секрет», кстати, мне кажется, что фильм «Секрет» сделал кто-то, кто как раз вышел духовно из «Нью Эйджа», о котором мы вначале говорили. Вот это, да, это самая тема перехода к новейшему, к нашему формату «Нью Эйджа». «Секрет», вот «Сайт Гайст», вот если вы помните, он буквально первая часть до «Секрета» вышла, а вторая — «Дух времени». Вторая часть чуть позже «Секрета» вышла. Вот как раз это был тем переломом, когда я понял, нет, с «Нью Эйджем» все нормально, духовность массовая, вот эта примитивная продолжает развиваться, поэтому никакие большие религии тренды не перебили. Пишет Викторович, я недавно беседовал с представителем паства Аяза, и удивительно, но его основной тейк заключался в том, что они не видят разницу между инфу из ВУЗа и инфу от Аяза, они для них равноценны. Ну, честно говоря, насчет какой-то суперценной инфы, которую дают в ВУЗе, я скептичен, но претензия к Аязу моя, я тоже сегодня беседовал по этому вопросу, значит, претензия моя другая, претензия моя такая, что он очень, он использует неэкологичные манипулятивные методы продажи своих курсов, то есть ты как бы, ты подвергнешься такой обработке, причем вот именно в плохом смысле, это не, это не тождественно обычному маркетингу, это манипуляции, это манипулирование в том числе близкими, в том числе там, а вот если у тебя там кто-то там заболеет или что-то, вот как ты будешь платить, что там у тебя с деньгами там и так далее, я вот такое очень не люблю. Это пошло от, значит, Парабеллума ныне покойного, значит, на тот свет улетел, значит, и бизнес-молодость, это идейные продолжатели были Парабеллума, а идейный продолжатель бизнес-молодости это Айас. Поэтому я к этому отношусь сугубо негативно, я считаю, что это крайне манипулятивная история, и все знания, которые можно получить в этом контексте, они прекрасно могут быть получены из любой бизнес-литературы, которая продается, котлеромаркетинг, прочитаете, и как бы вся та же самая информация. Поэтому, на мой взгляд, я отношусь негативно к этим явлениям, я считаю, что они должны быть каким-то образом ограничены. Другое дело, что когда государство берется за эти ограничения, оно может, конечно, сильно перегнуть палку, и, конечно, неплохо бы иметь у нас институт репутации. Но, к сожалению, в России института репутации нет, я неоднократно об этом говорил. На множестве примеров мы это видим. Поэтому для меня тут ответ такой, и, к сожалению, это та ситуация, и то, что АЯЗа привлекли по мошенничеству, это скорее какое-то совпадение и скорее результат не правильной работы системы, а скорее результат какого-то сбоя в системе. Я бы вот так сказал по поводу АЯЗа. Это тоже сам лучшее с Блиновской. Просто нужно либо конкретную цель поставить, то есть переезд АЯЗа, например, в Калифорнию, либо эксплуатировать духовную какую-то компоненту. Вот тогда бы прошло все. А, значит, если это все ни там, ни сям, ну, грубо говоря, по мощам елей, это все действительно строится на фоне вырождения высшего вообще системы образования как таковой. Прям неприятно об этом говорить, поскольку я понимаю, что все по-старперски звучит, как все эти совковые воздыхатели. Ой, раньше было лучше. Вот. Ну, действительно, когда преподаватель философии кряхтя рассказывает о своем геморрое или о том, как он виноград подвязывал на выходных на дачу, вместо того, чтобы разрабатывать дисциплину критического мышления, потом в итоге мы имеем вот то, что имеем и в политическом плане, и в духовном плане, и в экономическом, и в итоге вся наша жизнь становится говном. Ну, это, конечно, не означает, что виновата сама только система высшего образования. А ты как в нее попал? Если знаешь, что она такая, почему в нее поступил? Почему не поступил в Сарбон учиться? Почему не поступил в американские вузы учиться? Так что нельзя, конечно, с больной головы на здоровую перетаскивать, но вот эта массовая какая-то дебилизация населения, о которой Саватеев говорит постоянно, вот, она действительно во многом порождена вырождением просто образования как такового. Она перестала свои функции исполнять, и по большому счету это объективный процесс, потому что этих функций просто больше нет, и получилось то, что получилось. Люди, которые вроде бы образованы, даже знают, что перед что надо запятую ставить, и при этом поддают ну самым нелепым, идиотским и примитивным рубленным манипуляциям. Да, возможно, хотя, ну это все очень, конечно, сложный разговор. Я бы, наверное, акцентировал внимание именно на религиозном аспекте, что все эти ребята, они так или иначе эксплуатируют те вещи, которые на протяжении тысячелетий продают религию, и они это используют, и в том числе вот этот фактор социальной сплоченности, о котором писал Дюр Гейм, они тоже очень успешно это используют. Мы с тобой... Это не случайно, это не случайно, но когда ко мне приходят студенты и говорят, Кирилл Михайлович, а вы что, не смотрели видео, где там разделывают пришельца, или там научный ролик о том, как пирамиды запустили, а вы разве не знали, что найдены скелеты гигантов, а вы разве не знали, что в следе динозавра следы человека обнаружили, вот кто за это ответственный, они там чем на уроках в школе занимались? Есть программа определенная, так что просто достаточно было хорошего вот этого уровня и вот такой массовой дебилизации, она была бы в других каких-то областях, но не в области получения ключевых знаний важных для тебя. Может быть, на уровне хобби это было бы, но когда люди последние отдают. спасибо учителям. Да, причем я тоже работаю с учениками, которые там 10-11-классники у меня, олимпиадники, ну, правда, олимпиадник это уже по определению человек, который вряд ли будет долго разговаривать с человеком из службы безопасности Сбербанка, например, да, или с другими прекрасными людьми, но я вот регулярно вынужден объяснять базу какую-то, да, и я просто сталкиваюсь и вижу квадратные, как это, квадратные глаза по 5 рублей, то есть людям это не рассказывают. Какие-то самые базовые вещи о жизни, о том, как мир вообще устроен, о том, как, значит, как работает то, как работает это, что можно, что нельзя делать, что не бывает, там, не знаю, 50% в месяц, например, доходности этого в принципе не бывает в природе. Этому всему не учат, а учат непонятные ерундии. Потом человек несет деньги Гусейну Гасанову, значит, за курс по мышлению миллионера несет деньги у меня даже какая-то этический, что ли, тут вопрос, а мне вот этих людей жалко или нет? Я вот как-то не могу понять для себя, то есть я не могу даже ответ для себя найти, вот я как-то, я хочу что-то для них делать, вот быть каким-то, значит, там, просветителем, прогрессором, как этот Дон Румато, значит, или нет, или мне вообще, или все, извините, там, в три прогиба и отстаньте просто от меня и как бы сидите дальше. То есть вот у меня, у меня вот какая-то такая дилемма моральная. И я, конечно, с восторгом, вот с восхищением отношусь к людям, которые годами занимаются тем, что людям объясняют какие-то базовые вещи о жизни и, значит, тратят на этом просто уйму своего времени. Вот у меня, и поэтому я вот все-таки, когда стратегию для Ютуба выбирал своего, я пришел к поводу, что я хочу общаться с людьми, которые, ну, со мной более-менее на волне, которые понимают, о чем я говорю и которые, ну, более-менее, не то, что там на одном уровне, да, но которые, которые, которым не нужно объяснять какие-то самые простые вещи. И это, кстати, путь к небольшому количеству подписчиков, потому что большое количество нужно уже, ну, давать либо супер какой-то монтаж, там, супер уровень, либо объяснять какие-то настолько примитивные вещи, которые вот просто, там, не знаю, как вскипяти чайник, там, как зажечь лампочку, как там то-се, и так далее. Что я бы, кстати, сам посмотрел, потому что я в отношении сантехники, например, человек крайне недалекий. Ну, вот, такой. Мы уже знаем, да, мы уже знаем об этом. Я с вами согласен в этом. Это, кстати, не очень хорошо, но чуть позже к этому вернусь, потому что вот меня Олег пишет, ну, вот они и стали, вот дураки сами, мол, виноваты этим. Ну, да, понятно, но среди этих дураков могут быть мои родственники, мои друзья. Мне их жалко, я их люблю. Вот. Почему не очень хорошо? Потому что у нас с вами как-то стрим не диалектично получается, надо же спорить. А то у нас, как знаменитый диалог Дугина и Дмитрия Смирнова, это плохо. Нет, вы не правы, это очень плохо. Нет, нет, вы не правы, это не очень плохо, это просто плохо. Вот. Надо, нам как-то разойтись там по разным углам ринга, схлестнуться в бешеной драке на какой-нибудь теме, если хотите. Ну, у меня нет, честно говоря, у меня нет такого желания, если честно, я уже поспорил во многих моментах с вами, как бы, у меня нет большого желания искусственно нагнетать, нагнетать, вот, хотя, например, со времен дебатов с Шадовым, которые, которые я бы хотел по-другому как-нибудь организовать. У меня есть потребность и запрос провести другие дебаты именно в содержательной с модератором и с, ну, как бы, с понятными критериями, чтобы можно было оппонента вовремя... Как вы собираетесь этого добиться? То есть он будет говорить, да это детский лепет, а модератор скажет, нет, это не детский лепет, или как это? Ну, нет, модератор должен как минимум за временем следить, чтобы один оппонент не говорил полчаса без умолку. Это минимум, это минимум. Но это должны быть дебаты именно вот какие-то сущностные. То есть, например, о роли религии в обществе. Я бы, собственно, хотел найти человека, который считает, что религия это очень плохо какого-нибудь, ну, значит, сторонника идеи Невзорова, только не Невзорова, а адекватного человека какого-нибудь. Хотя, я не знаю, возможно ли... Не знаю, сгожусь ли я на роль адекватного Невзорова, но я считаю, что религия это очень плохо как раз. Другое дело, что от того, что я считаю, ей не холодно, не жар, она была, есть и будет есть. И есть не только людей, души, сердца и прочее. Вот. Равноподобно тому, что как рак, это очень плохо, или спид, это очень плохо. Но от того, что я так считаю, это ничего, ни к чему не придет. От того, что спид, это плохо, я буду настаивать, тем не менее, на том, чтобы одновременно с принятием мер, чтобы не заболеть спидом, но одновременно с этим, чтобы мы не проводили сегрегацию в отношении тех людей, кто заражен вирусом, ведь, чтобы к ним не относились как прокаженных. Вот мое отношение к религии, к религии примерно такое же. Так что это определенная болезнь, это определенный дефект, которым люди подвержены, но их нужно жалеть, нужно стараться их вылечить посильно, не потакать им в их болезненных зависимостях, пристрастиях. Поэтому у меня тоже никогда не получается быть там беспристрастным разговоре о религии. Ой, а вы знаете, а вы знаете, на втором году Буддашек ему не сделал, знаете что? Вот что. Давайте об этом поговорим, перечислим все. Ну, как уважаемый мной Константин Михайлов, то есть, это часто сравнивает мой подход с его подходом. Вот, то есть, он, грубо говоря, энтомолог, а я паразитолог. То есть, можно очень хорошо и красиво рассказывать о бабочках, как показывать, какие они, глядите, какие они замечательные. А я вот не могу о глистах просто так вот говорить. Я все равно заканчиваю все тем, так сказать, какие лекарства нужно принять, чтобы изгнать этого гельминта из организма. Ну, мне в этом плане, конечно, ближе подход, я бы даже сказал, не Константина Михайлова, а, может быть, даже Андрея Зубова, который вообще, когда читает лекции о тех или иных религиях, он просто вживается и становится представителем этой религии, по сути. То есть, он когда говорит о пророке Мухаммаде, он говорит о нем с таким религиозным чувством, он в этом плане, конечно, продолжатель традиции Илиады и традиции постижения религии через какой-то феноменологический подход. Мне даже вот это ближе, потому что я уж тем более не... Ну, то есть, я, во-первых, не считаю религию неким багом, я, наоборот, считаю религию скорее фичей. Так, пишет Горилла нам в донатах, спасибо за стрим, Горилла, вы лучший, спасибо вам большое за поддержку. Стрима это очень важно, друзья, кто еще желает поддержать, то, пожалуйста, по ссылочке в описании можно это сделать. Уточните, пожалуйста, вот то же самое эти слова говорил уважаемый Константин Николаевич Михайлов. В чем разница, я плохо разбираюсь в этом жаргоне, баг и фича. Баг это ошибка, но фича, ведь это же тоже ошибка. Фича это ошибка, которая ведет к позитивному результату. То есть, условно говоря, ну, то есть, вот, например, Паскаль Буае, он считает, что религия это скорее баг, а, скажем, там, Скотт Атран или Роберт Белла, они считают, что это скорее фича. То есть, там, это дискуссионный вопрос. Я вслед за ними, в принципе, полагаю, что религия поспособствовала становлению человеческой культуры в позитивном смысле, в первую очередь, на ранних этапах. Если бы не вот эти контринтуитивные представления, которые позволили, помогли людям, да, вот, объединиться в том числе, да, создать сложные социальные общности, то, ну, наше общество выглядело бы совсем по-другому. И действительно, сейчас можно критиковать, говорить, что там, значит, это какая-то болезнь и так далее. Но если это даже и сбой, то это сбой, тем не менее, привел к позитивным последствиям, в конце концов. Вот. И я очень сильно сомневаюсь... Извините, перебил. По моей терминологии, вы как раз религиовед-энтомолог. Да, но я не считаю религию, как это, религию насекомым. Я скорее, ну, то есть, я симпатизант. Понимаете, я не стал бы заниматься тем, что вызывает у меня негативные эмоции. То есть, если бы вот... У меня, например, вызывают негативные эмоции, вот, значит, не знаю, там, Петя, да, условно говоря, я бы не стал посвящать время тем, чтобы изучить Петю получше. Ну, я бы либо его просто перешел бы на другую сторону улицы и больше с Петей бы никогда не взаимодействовал, либо просто вот как-то, не знаю, там, убежал бы от него. Я бы не стал тратить... ведь у меня совсем по-другому, как быть симпатизант. А как называется противоположность симпатизанту? Не знаю. Хейтер. Хейтер. Антипатизант. Я антипатизант. Кстати, когда я в университете учился на первом курсе, у нас был предмет первая медицинская помощь, и там затронули паразитологию. И меня чуть ли не до экстаза проняло вот то ощущение, что внутри нас могут жить паразиты, которые нас к себе приучают. Уже определенные виды глистов выделяют некоторое вещество, которое оказывает благотворное влияние на некоторые функции организма. Когда люди с ними борются, то первое, что у них падает, это иммунитет. То есть они нас пожирают изнутри, но при этом они помогают бороться с некоторыми незначительными инфекциями. И как только мы пытаемся их из себя изнать, мы начинаем болеть, чувствуем что-то не так и перестаем принимать ту таблетку, которую принимали. Они быстренько восстанавливают популяцию и продолжают жить. Вот эти моменты я глубоко углубился, глубоко углубился в самую глубь. И обратил внимание, что религиозная механика работает по такому же точно принципу. И как государственная тоже. Это меня в итоге привело к моему политическим воззрениям анархическим, к представлению о том, что и религии, и государства, кстати, их рассматриваю как две вещи в общем-то близких и схожных и сходных и сцепленных всегда друг с другом. Они работают по принципу ослабления, повышения зависимости от себя. То есть те способы выживания, которых вы совершенно справедливо заметили, которые действительно вырабатываются с помощью государства и с помощью религии, как одного из политических институтов, они помогают выживать, но и без них действительно становятся хуже, только благодаря тому, что какая-то опция атрофировалась человека под влиянием того яда, который эти вещества выделяет. Так что вот таким вот образом я, в общем-то, и воспринимаю ее. Причем моя позиция не самая жестокая, если хотите настоящего, настоящая жесть, почитайте Евграфа Дулумана. Я слушал, я слушал лекции товарища кандидат богословия, удивительный персонаж. И доктор философских наук, да, значит, относительно недавно помер, был студентом Московской Духовной Академии, после защитил ее знакомый, очень близкий и даже духовный сын некоторых из лидеров духовенства Русско-Православной Церкви тогдашней, впоследствии на совершенно другую позицию перешедшей, причем в очень грубой, жесткой, но по-своему ироничной форме он критиковал до последних дней своей жизни в Украине проживая. Надо бы, надо бы сделать, может быть, какой-нибудь ролик, не знаю, про историю атеизма. Кстати, этот мастер свободный, как-то его быстренько забыли, но он последние годы не преподавал, как-то попал в безвестность, и я встречал некоторые его книги, там, что не на коленке, изданные, значит, тиражок там в пять экземпляров, так что, по большому счету, это интересная фигура, и вообще, вот, про таких отказников, Ильин, не Ильин, Осипов, Осипов, но не нынешний наш Осипов, а до этого был еще Осипов, известный священник, прото-ире, активный деятель Русско-Православной Церкви, который по такому же пути прошел, он все это дело отринул, ушел работать в колхоз, потом стал работать на пропагандистском уровне. Александр Осипов, кажется, его звали. Удивительно, Это, кажется, 1960-е годы. Пишет, пишет Горилла в чатике, кто-нибудь знает англоязычный канал по религиовидению Religion for Breakfast? Там на Учпоп в основном, на целом интересно. За себя отвечу, да, я более-менее все каналы религиовидические знаю, англоязычных немного. Есть там Cosmic Skeptic, который не религиовид, но он тоже про религию высказывается. Есть Capturing Christianity, такой канал, типа, как называется, апологетический. Вот, есть канал Religion for Breakfast. Да, не скажу, что это какой-то супер выдающийся канал. У Максима-религиолога, кстати, есть канал англоязычный. Но если вы захотите его посмотреть, друзья, включайте VPN, пожалуйста, а еще лучше заходите с какого-нибудь иностранного аккаунта, а то вы поломаете ему всю статистику и ему будут не Америку показывать, а будут Россию показывать и странные постсоветские. Поэтому, если что, то вот так. А вы знаете, какие вы еще каналы можете подсказать религиовидически интересные, англоязычные какие-нибудь или иные? Идея пришла. Так тогда на мой канал, когда заходите, тоже все врубайте VPN. А лучше прям через ТОР, чтобы у меня была статистика иностранная, чтобы мне за монетизацию денежки капали. А то все говорят, что продался Госдепа. У меня там три доллара в месяц такие у меня баснословные заработки идут. Аж прям страшно на это все дело смотреть. Вот, да, на Западе несколько другое отношение к религии. Там этика определенная среди этих проклятующих англосаксов есть. Поэтому о политике и о религии вот до Трампа было не принято вообще как-то говорить. Теперь с политикой разобрались, и политики болтают там, как прорвало всех, кто попал. А вот с религией до сих пор как бы есть представление, я считаю, глубоко ошибочное. О том, что это личное дело каждого, что это глубоко интимная тема, поэтому ее стараются особенно не затрагить. Вот так, что по большому счету я здесь только вот космическая скептика и другие как-то мне особенно не впечатляли. А те, которые смотрели, они настолько банальные, они настолько вот детские, они настолько вот прописаны истины, что даже сам решил попробовать ворваться в англоязычный сегмент, записал свой ролик, значит, его там попиарил. В результате меня активно англоязычная общественность начала обвинять в том, что у меня гангстерский английский язык, спрашивать, не бандит ли я, слать всякие мемасики там, значит, с изображениями русского бандита, как из фильма «Большой куш» и прочее. Так что вот на этом я, так сказать, смущение остановился. Не смог я покорить Америку в этом плане своим религией. Но я, правда, совершенствую английский язык, так что глядишь, все еще впереди. И через время, глядишь, мой канал станет вот именно таким, о котором идет речь. Вообще говорят, что совмещать разные языки на одном канале это плохая идея и разные темы, например, совмещать. Потому что это происходит размывание аудитории и когда YouTube видит, что у вас, допустим, подписчиков, там, не знаю, 10 тысяч, а смотрят там, типа, какой-то процент, он просто начинает вас пессимизировать и так далее. Пишет в чате. Я пока пошел по пути простого перевода субтитров, описания, названия и прочее. Так что, если через Тор, например, зайти на мой канал, то он покажет англоязычные названия некоторых роликов и даже мало-мальски откорректированный субтитр, потому что многие смотрят с ними, значит, они там совершенно чудовищные, если обращали внимание. А так, да, нужно тоже работать. Нельзя замыкаться в своей языковой модели. Друзья мои, если мы знаем только свой язык и больше никакого другого, это значит, что мы не знаем ни одного. Так, нам Юлиана прислала донат. Юлиана, спасибо. Кстати, по поводу языков, я сейчас активно португальский учу, и мне это особо интересно в контексте того, что страна номер один все-таки по численности католического населения Бразилия, ну, именно бразильский, португальский, естественно, потому что португальский, португальский – это извращение какое-то здравого смысла и эстетики и всего остального. Это просто не Буа-Нойч, а Буа-Нойч какой-то там вот такой. И по ретам, что никак не парадоксально, первое в Европе по количеству абортов на душ населения. Это Португалия, да? И Испания. Ха, уже удивительно. Я-то думал, там какая-нибудь будет Северная Европа, там нерелигиозная, к Антистонии, что-то, а тут нет уж. Вот видите, вот такая интересная. Причем, кстати, Польша тоже где-то там достаточно высоко находится в этих рейтингах. Вот такой вот момент. Так что говоря о том, что они религиозные, ну, в общем-то, весьма, весьма сложно. Кстати, Михайлов тоже на эту тему рассказывает, там развенчивает миф о том, насколько религиозные одни сообщества, другие. Ну, по поводу Испании мне нравится, по поводу России не нравится. Я тоже на эту тему говорил. В современном мире не важно, в какой храм ты ходишь, сколько раз в год. Важно, на каком канале ты сидишь, кому ты донатишь, кому ты отдаешь подписки, там, и лайки, и все остальное. Потому что в обратную сторону это работает как влияние слова, влияние духа, влияние настроения на тебя. И вот это, собственно, и есть главное в религии. Не поставить свечку, а заразить настроением. А свечка, все, дело наживное. Кто, кстати, кто донатит на моем канале, тот получает все индульгенции сразу, и научная инквизиция освобождает их от грехов на ближайшие много лет, поэтому это очень неплохой лайфхак. Спрашивает, задает вам вопрос Виктор Че. Анархизм какого толка? Интересно стало, Бакунинский, Толстовский или марксистский? Ну, не Толстовский точно. Марксистского анархизма быть не может в принципе, потому что посылки совершенно разные в отношении к государству. Ну, скорее, Бакунинско-Кропоткинского. Меня в свое время, когда изучал знаменитый, кстати, изучать анархизм нужно, конечно, с книги Кропоткина «Взаимопомощь как фактор мировой эволюции», где он с самим Дарвином спорит и доказывает на уровне развития науки своего времени, что не борьба, а кооперация главным фактором в развитии являлась. Кстати, второй раз, когда я об этом вспомнил, когда я читал книгу Докинса «Бог как иллюзия», вот он, рассуждая у своей кооперативно-коммуникативной теории возникновения религии, он затронул некоторые моменты, мне сразу вспомнилось книгу Кропоткина «Взаимопомощь как фактор эволюции». Так что, ну, примерно вот в таком плане, хотя на меня сильно повлияли американские анархисты и прочее. Так что, ну, здесь не важно. Какая разница, по большому счету, такой школе я принадлежу, главное, чтобы не больно кусался. Виктор пишет, спасибо за ответ вам. Насколько я знаю, но в Чомске он тоже такой, именно анархизма придерживается. Насколько я понимаю, есть условно левый анархизм, условно правый анархизм, то есть это... О, вспомнил, что я хотел сказать. Все у меня в голове крутилось по улице, кто мы говорили, я все думал, это терминологическая кража, спертого, украденного термина. Когда отобрали термин, вообще классовые, принципиальные, идейные враги. Когда либертарианцами называли себя анархисты, а теперь называют зажиточные, зажравшиеся, ультраправые буржуи. Таким образом себя называют. Так же точно и с сектами такой же метод произошел. Так что это не новое. Ну, я перебил вас, извините, про Наома Хомского. Ну, он как бы просто сам по себе вот такой вот есть, анархист особенный. Долгих лет жизни. С большим уклоном вправо. Сильно вправо он склонился. Долгих лет жизни, в любом случае. Кстати, одного из таких зажиточных буржуев, как вы выразились, я встретил, переходя дорогу пару лет назад в Питере, Павла Усанова. Вот. Ну, один из таких известных апологетов либертарианства современных. Которые там лекции. Достаточно интересные у него лекции были. Правда, он сильно угорает по Айнренд. Я терпеть не могу Айнренд. Это абсолютно невозможное чтиво. Просто полнейшая дрянь, на мой взгляд. Но лекции по экономике у него достаточно интересные. А узнал я о нем из дебатов против некоего Вата Админа, который выступал. А, нет, стоп. Против кого же? А, нет, Вата Админ и этот был, и Усанов. Я уже что-то подзабыл. Народ сейчас в чате меня поправит, потому что народ у меня продвинутый в чате сидит и все знают заранее. Кстати, как ни странно, вот Америка – это вторая родина анархизма. Причем не как теория, а как практики. Такие потрясающие фигуры, как Мюррей Букчин, русский язык непереведенный. Очень ограниченным тиражом вышла книга, которую я также рекомендую. Книга Джона Зерзана «Примитивный человек будущего». Она в издательстве Гилея вышла. Ее практически невозможно ни в бумаге, ни в электронном виде найти. Так что постарайтесь. И даже вот такой религиозный деятель, как Хаким Бейн, именно в Америке, ой, мы страшные вещи сейчас говорим, да, во-первых, говорим о том, что есть Америка, а во-вторых, что там хоть что-то развивалось. Ну вот этот сквот движения очень мощный, так что там, в общем-то, анархисты буквально в десятые и двадцатые годы, ну, фактически, свели себе там новое гнездо. Наверное, более круто, даже чем эксперименты там Батьки Махно или испанский анархист. Так что вот, то, что я советую. Особенно, скажешь, «Примитивный человек будущего» эта книга серьезно воздействующая на мышление, на представление о мире. Ну, если хотите вот такого современной версии толстовства, вот это, конечно, хотим бить. Кстати, тоже в издательстве «Гелия» вышла «Городокнижка», но я ее не встречал никогда, ни в каком виде. Надо будет по итогам стрима в телеграм-каналах список литературы оставить, чтобы народу была мотивация подписываться, во-первых, на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Кирилла, и, соответственно, единственное, что ссылку я сейчас не смогу добавить в описании, но я в описании уже после стрима добавлю новый телеграм-канал список литературы. Сегодня много чего упомянуть. Да, но здесь главное не перемудрить, не перемудрить. А то приходит ко мне как-то ученик, которым мы баловались репетиторством, значит, и рассказывает, что у него преподавателем является одна моя значимая коллега, я из Сахалинской области, она с кандидатом в философских наук, там пять человек всего, ровно было, потом шестой прибавился, а потом один уехал. Значит, поэтому мы узнаем всех на перечет и спрашиваем, как у вас там, Надежда Баяновна, идет общество знаний, ты пришел ко мне за репетиторством, начали разбираться, но им задала читать, читать, причем это молодежи, которые даже ценник с трудом может прочитать, мураками тысячи не весь сот восемьдесят пятый год. Такой вот труд, который постоянно дописывается, с крайне сложной, путанной структурой, ну, понятно, у тебя к мозге сломались. То есть лучший способ атрофировать любовь к чтению, это завалить сложную литературу. Друзья мои, читайте Гоголя, друзья мои, читайте Чехова, Тургенева, вот эти все классические произведения, нужно с них начинать, для того, чтобы выработалось умение скакать глазами по буквам, умение быстро ухватывать смысл, потому что русская литература этим и отличалась, и кроме того, вырабатывается вкус. Поэтому, когда мы немножечко начитаемся на малом уровне, малой хотя бы словесной прозы, тогда уже переходим к чему-то более серьезному, а сразу так взяться за какого-нибудь там Маркса, капитал, вот у меня один студент взялся, уже полгода штудирует капитал Маркса, не зная, что из этого выйдет, и главное, зачем все это дело нужно. Предварительной подготовки нет, нет того фона, на котором впитываются дополнительные знания, уж не говоря о смыслах. Поэтому, значит, проблема современного чтения не в том, что там, условная молодежь мало читает, а в том, что чтение отрывочное, не связанное друг с другом, нет условий для понимания контекста, и в общем вот нет того, что Айгюст Конт называл интеллектуальной гигиеной. Поэтому нужно начинать с простых форм, читайте Чехова. Да, соглашусь, а то тоже влияние моды, потому что если начать читать Пинчуна, например, то можно, в принципе, и закончить на этом чтение кого угодно, или Дэвида Фостера Уоллеса еще попробуй почитать, то есть там даже эссе, который он писал, ну не продерешься просто, хотя я, правда, только по-русски читал, может там просто какая-то проблема с переводом, но у меня что-то есть сомнения, в этом, скорее всего, нет. Скорее всего, проблема не с переводом, а с оригинальным текстом. Что-то у нас сейчас тенденция какая-то идет с одной стороны на дикое упрощение всего, и там на ТикТоке, на короткие ролики, там на все короткое, все простое, а с другой стороны на дикое упрощение, на дикое усложнение с другой стороны. Что-то странное. Ну это естественно, это диалектика простая, когда тебе вам папа говорит, а ты дебил, потому что кроме ТикТока своих ничего не читаешь. Вот, Война и мир, рано или поздно, да, да, бедный молодой человек схватится за эту Войну и мир и будет последним уже первым. Я Войну и мир в 35 лет прочитал. Мне кажется, Война и мир читается абсолютно прекрасно и легко. В 35 лет, да. Когда меня этим насиловали в школе, то я читал все, что угодно, кроме Войны и мир. Я по школьным программам вообще ничего практически не читал, потому что у меня дух такой мятежный. Я был поклонником очень большим Наполеона, и когда в девятом классе Война и мир появилась, я бросился читать, потому что сейчас что великий русский писатель написал про Наполеона. Я поразился просто с того, насколько это завистливый был. Лев Толстой был завистливый человек. Он писал про Наполеона такие мерзости, а я потом понял, что, во-первых, Наполеон — это эталон мужской красоты, античный такой, классический профиль, а Лев Толстой — это какой-то уродец с огромными ушами, с какими-то, я не знаю, как даже это назвать. Потом Наполеон — это великий военачальник, который там просто брал города и все остальное, империи, благородно себя вел, отправил Павлу Первому целый батальон, по-моему, солдат с ниточки одетых, нетронутых, пленных. И благородство, и военная доблесть, и успех, и так далее. А Лев Николаевич Толстой командовал какой-то микроскопической операцией по взятию каких-то двух холмов в ходе обороны Севастополя. И то не особенно успешно. Меня это настолько выбесило, тогда я думаю, почему кто-то считает этот взгляд хоть сколь-нибудь аутентичным и так далее. Потому что в этой логике... Извините, перебил. То есть в логике Толстого Наполеон это просто был какой-то полуумный, какой-то туповатый мешок с костями, который внесли буквально в императорский зал, сказали, будешь у нас императором теперь. Это настолько скудоумно, это настолько... Мне это в девятом классе даже стало понятно, что это какой-то идиотизм просто клинический. То есть писатель, он может быть великий, но как интеллектуал я его с тех пор вообще не воспринимаю. И, кстати, прочитав крейцерову сонату Толстого, можно понять, что он еще и был озабоченный, судя по тому, что он там понаписал. Поэтому у меня к Толстому отношение сомнительно. Ну, вы знаете, озабоченных гомосеков, людей с некрасивыми ушами очень много в мире, но этого недостаточно, чтобы стать львом толстым, чтобы повлиять там на таких мощных политических фигур, как, например, Махатма Ганди и так далее. Так что, я думаю, здесь не только в этом дело, не только в личном. Буквально сегодня я посмотрел ролик Жареного Старшего, где он ругает Тургенева. Он такой, и сякой, и пятый, и десятый, тоже, говорит, завистливый там, вот, и, значит, прочие моменты нехорошие отмечают. Этого недостаточно. Толстой был толстым не потому, что он был завистливым. И, значит, Ницше был велик не потому, что он был сифилитиком. Дело несколько в других вещах. Дело в умении поймать то, что беспокоит людей и выразить это должным образом. Главное, в толстом, он медиум, как по моему мнению, и главное в том, что он показал таких людей, как, в общем-то, вы отметили, как Наполеон или Кутузов, не личностями, а лишь выразителями какого-то очень нехорошего, злобного и разрушительного направления в человеческой природе. Получается, замкнутый круг. То есть, они выражают это величайшее, самое отвратительное изобретение человеческого, как война. Они, во-первых, его осуществляют, овеществляют, а во-вторых, они еще и подпитывают его, и получается просто замкнутый круг. Вот, значит, примерно таким вот образом. Так что я не говорю, что Толстой является выразителем каких-то концепций. Меня всегда веселит, когда в курс философии включают там Достоевского или Толстого, а о чем там преподавать. Там вся философия укладывается там в одну строчку. Но в том, что он заставляет задуматься о таких вещах, в частности, о войне. Зачем это нужно, кому это нужно, приносит ли она пользы больше, чем вреда. Действительно ли война это неизбежная часть человеческой культуры. Вот Толстой был первым и наверняка единственным из великих писателей и сказал, да нифига! Война это не проявление человеческой природы, равно как и сифилис не проявление человеческого здоровья. Это просто дефект, который нужно и можно излечить. Ну это, так сказать, немножко в сторону отвлекаясь, просто, выразил свое представление о Толстом. Но я к нему пришел, в школе я его ненавидел, а в 35 лет я начал читать и запойму Анну Каренину «Войну и мир». Вот только тогда до меня все это дело доперло. И вообще меня всегда удивляет, как в школе детям преподают книги, написанные взрослыми мужчинами для взрослых мужчин. Вот. Детей заставляет вот разобрать там «Му-му», например, или что-нибудь еще, или «Былин», например, изучают вообще страшно запутанное, глубоко символическое, замаскированное творчество. А нам подается, так сказать, что если пятый класс, то они примитивные, вот, значит, поэтому, значит, они изучают примитивное творчество, которое было до Льва Толстого максимально далеко. А это что? Были инок. Поэтому примитивное творчество для примитивных мозгов. Так, странный подход. Да, ну, я тут соглашусь, и я соглашусь еще с тем, что все-таки писателя мы должны оценивать по его изобразительной силе, в первую очередь. То есть писатель – это не тот, кто рассказывает что-то, это тот, кто показывает. И в этом контексте там Толстой, безусловно, звериная сила, да, но, на мой взгляд, ну, то есть мое негативное отношение к нему обусловлено именно личной антипатии, как и ко многим другим. Вот, хотя, действительно, писатель-то великий, это тут без вопросов. Хотя, мне вот «Воскресенье», кстати, нравится больше всего. Мне это самая ненавистная, кстати, книга, я ее вообще, может, потому что я ее читал в Индии. Вот, это худшее место, где можно изучать такое. Вот, кстати, там меня прозвали Достоевским, мне это жутко беседует, самый ненавистный писатель Достоевский, и меня вот почему-то там, европеоидная общественность так вот прозвала и так всегда меня называла. Каждый раз бесился, но потом в итоге смирился с этим. Интересна фигура Акутагавы, который считал своими учителями и Толстого, и Достоевского. Это что же в голове у человека-то было вообще? Ну, значит, ни Толстого, ни Достоевского. Удивительная вещь. Диалектика определенная. хотя, конечно, то, о чем мы говорим, к сожалению, сегодня это клубная риторика, потому что, если когда-то были воротительными чувств, то сегодня пору говорить о тех, кто является сторонниками Оксимирона и сторонниками Скриптонита. Вот они, две формы чувственности, две формы отношения к действительности. И мы тоже уже являемся старперами, когда мы игнорируем этот класс культуры, замыкаемся в том, к чему мы научились. Конечно, хочется высшего пилотажа, хочется одновременно осмысливать новые формы художественного творчества, чтобы не отрываться от молодежи, чтобы быть молодежью, продолжать секрет вечной молодости, и при этом прочно стоять вот на фундаменте высокой культуры. Это, наверное, вот есть вот те самые настоящие традиционные ценности, которые так многократно перевирают. Но это вот идея, это мечта, на которую, конечно, не хватает ни времени, ни сил, а, значит, ни бодрости жизни какой-то. Причем Оксимирон и Скриптонит, это уже даже не вчерашний день, это даже не позавчерашний, это уже, я не знаю, это уже прошлый век. Ну да, теперь надо говорить Моргенштерн, это Салюки, Салюки, вот и прочее. Не-не, сейчас уже инстасамка, сейчас уже другие там герои, Моргенштерн уже тоже ушел в небытие, сейчас уже инстасамка. Моргенштерн, это вот такой патриарх определенной формы отношения к жизни, вот, ему противостоят там другие. Как вот, есть Салюки, а есть похожие на Салюки. Кажется, он тоже к Мизурина ездил, кланяется. Как его звать-то? Помогайте, уважаемые зрители. Локимин, Локимин там какой-то есть, есть еще какой-то этот. Нет-нет, у него тоже его. Скали Милана, Скали Милана. Вот, вот этот, да, Скали Милана или Мулана, как-то его зовут. Вот, прочие товарищи. В фарке, ребята нетрезвые, значит, веселились, значит, включили, как обычно, свою эту музыку, трыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка. И один другом говорит, а ты не понимаешь, Салюки, это гений, это абсолютно все. Я вот слушаю и завидую. Кстати, кстати, интересно, что вот это представление о том, что раньше было лучше, о том, что вот сейчас, сейчас дно, оно преследует, мне кажется, вообще все, все поколения. Это начиная с древнего Шумера, где похожий памятник литературный был обнаружен. Вот, когда мы начинаем стареть, вот, нам сразу так начинают казаться. Друзья, у моей группы НОВ есть песни, которая так и называется, «Раньше было лучше». Я всем советую послушать. Поэтому... Нужно дойти уже до самого... с самого дна, начать слушать группу НОВ. Ну вот, а мы имеем право сказать, вот давайте вот эту передпасу приму, мы имеем право сказать, что на сегодняшний день, вот, вместе с примитивизацией всего, да, и музыки, и литературы, и всего остального, происходит примитивизация религии? Или в таких категориях лучше не обсуждать? Ну, в каком-то смысле, в каком-то смысле. Я не скажу, что сейчас происходит примитивизация. Нет. Не примитивизация. Это какое-то изобретение новых форм. Вернее, скажу немножечко по-другому. Примитивизация – это не общий какой-то процесс, что вот все становятся дебилами в сравнении с тем, какими были раньше. Это просто начало порождения каких-то новых форм. Если мы посмотрим на Битлз, если мы послушаем первый альбом, вот прям самый первый, еще 50-х годов, 56-57 год, первый, когда их еще пять человек было, это ведь тоже примитивно и подражательно. И как относились, например, к первым рокерам, как к дебилам, которые не умеют играть на инструментах музыкальных, а потом из них кто вышел? Да что может быть прекраснее, чем Битлз, чем Сержант Квеппор, чем Пинк Флойд, например, Зрелый и прочее? Вот, значит, так же примерно вот сейчас такая же форма, появляется какая-то новая культура, вот на первой фазе, она достаточно примитивная. В религии, да, это тоже отражается, потому что эти люди туда же идут. Причем это интересно, это независимо от возраста. Нельзя сказать, что это тренд молодежи. Потому что то, что сегодня религия предлагает, ну, действительно, это вот сказать, например, религиозным деятелям 19 века, что, представляете, вот там через 200 лет будут говорить там о том, что земля была сотворена за 6 дней. Будут креационисты, которые будут там кости выкапывать и доказывать о том, что, значит, Господь Бог там сначала сотворил землю, а потом поставил светило, малый, большой, будет институт креационных исследований. Я думаю, что богословы 19 века, ну, просто отреклись бы, наверное, от этой религии своей, узнав, что будущее будет именно вот таким. Так что, да, часть есть. Посмотреть, что в головах происходит у тех людей, которые в религии происходят. Посмотреть на какие-то дикие, совершенно тройболистские принципы, бей жидов, спасай Россию. Осуждаем. Которые возникают. Ну, осуждаем, конечно же, ни в коем случае, как любые формы неприязни. Не только жидов, никого нельзя бить и даже так называть. Это все формы проявления вот той самой примитивности. Видимо, скачкообразно, волнообразно развивается какое-то предельное усложнение, которое отталкивает деятелей науки и культуры от масс. Когда ученые начинают там рассуждать о том, что какая теория правильная, теория струн или теория супер струн. И на своих этих конгрессах какие-то ролевики говорят с использованием лексии, которая больше никому не понята, кроме их клуба, вот влюбленных друг в друга людей. Одновременно с этим деятелей искусства притаскивают унитазы в музей, наполняют глубоким смысл. То есть происходит какое-то предельное усложнение, отталкивая плебс. И плебс в итоге придумывает нечто свое. Придумывает примитивных бетлов, придумывает скальни Милана и прочее. Начинается новая волна, которая когда-то поднимется и замкнутся на одном уровне вершины, и те, то станут тоже стартерами. Это не то, чего хотелось бы. Сейчас произошло историческое событие. скальни Милана попал через запятую с бетлами. Мне кажется, это последний случай, когда ему представится такая возможность в принципе в жизни. Поэтому это интересно. Ну, ведь это не случайно, когда я беседовал, спрашивал, а что вам нравится? Он говорит, насыщенный звук, или даже сказать слово психоделичности. Начало так, а потом понял, ну, конечно, если люди не слушали, не слушали Сержанта Пеппера или Меджикл Мистери Тур, то для них действительно вот этому узлу кажется с психоделичным. Да, или какой-нибудь какой-нибудь ИЕС, например. Хотя, ну, действительно, если сейчас начинать вообще как-то это обсуждать, то действительно складывается впечатление, что 50 лет назад ну, просто абсолютно на уровень выше все было. И в плане и, значит, и музыки, и там вещей каких-то, качества. Часто говорят, что, значит, вот раньше делали качественные вещи на века, там машины какие-нибудь, а сейчас там через 10 лет китайцы уже списывают, значит, там сразу в утиль, если 10 лет машина прожила. У меня вот есть, я не понимаю, честно говоря, как к этому относиться. Как-то к этому относиться с доверием или как к ворчанию людей, у которых... Не поддавайтесь этому никогда. Как только об этом заговорились, сразу плюйте в ту сторону, откуда этот звук произошел, поворачивайтесь, бегите как можно дальше. Это все старперство. Мы и так живем слишком мало и слишком стрёмно для того, чтобы этому поддаваться. Жизнь прекрасная и великолепная. Нужно радоваться всему, что происходит. И нам начинает казаться, что мир устарел, тогда, когда мы привязались к какой-то точке своей собственной истории далеко, и она нас туда оттягивает, и мы трудно уживаемся здесь, в этом мире. Это и так произойдет. Мы все равно все постареем и умрем в одиночестве, в болезнях и разочаровании. Но зачем же еще ускорять этот процесс? Нужно, наоборот, учить себя радоваться непохожему, новому, удивительному, потому что все всегда во все времена одно и то же. Оптимистично, оптимистично. Вот здесь, кстати, здесь, кстати, про важную функцию религии можно вспомнить, вернуться к тому, о чем мы сегодня уже говорили. Религия как утешение. Мы все умрем, значит, как там старые, разочарованные и так далее, но религия может ведь дать нам какую-то форму утешения, какую-то форму спасения. Нет. Она как раз дает, эксплуатируя как раз вот те самые яды гельминта, потому что, но те религии, которые я вспоминаю, вот в таком действии, о котором вы сказали, они-то как раз эксплуатируют эту регрессистскую философию истории, что раньше было лучше, был золотой век, боги среди нас ходили, Иисус Христос среди нас ходил, вот, абортов не было и прочее, а сейчас стало хуже, скоро будет еще хуже, а потом антикрист придет, и чпок, значит, сделаем всем, значит, очень плохой. Так что они-то как раз нагнетают вот это вот самое настроение. Раньше было лучше, сейчас стало хуже, поэтому айда ко мне, ай птичка, летим со мной, там столько вкусного, сколько, столько, вот столько, но зато вот так вот у нас там в храме пойдем, свечку поставим. Так что религия как раз, значит, запускает вот этот вот процесс ощущения неправильности, искаженности, извращенности мира. Потому что если бы люди умели радоваться миру, окружающему их, природе, простым житейским радостям, то религии бы не было. Вот, кстати, здесь вы с Паскалем Буае совпадаете, потому что Паскаль Буае тоже критикует вот эту идею, и эту идею продвигает Андрей Курпатов, значит, обзор на которого, друзья, будет скоро на моем канале, поэтому не забывайте подписываться. Ну, это Фейербах, здесь ничего нового, это Фейербах, значит, в своем рассуждении о причинах о Генеисе возникновения религии. Кстати, что интересно, вот до сих пор, сколько лет прошло, с 19-го века, но никто, вот кроме попыток Ричарда Докинза до сих пор не предложил какой-то иной теории возникнуть, а, и Фрейда, конечно, вот, но теория Фейербаха до сих пор, она вот просто доминирует в религиоведении, никто ничего другого до сих пор не предложил. Ну, кроме энтомологии с перечислением, а вот тут в этой религии вот такое хорошее, а вот тут вот такое хорошее. Вот история религии, которая очень часто в нагло именуется религиоведением. Ну или феноменология религии, которая принципиально отказывается от поиска ответа на вопрос, как возникла религия. Вообще это неинтересно. Их интересует религиозный опыт во всех проявлениях. И в этом смысле можно сказать, что это почти теология, но, на мой взгляд, это достаточно перспективное направление, которое можно формализовать при помощи глубинных интервью. Ну да, учитывая то, что те, кто продвигали, как правило, были параллельно еще деятели религиозных общин, включая даже того же самого Рудольфа Отто, он, мне кажется, пастором не был, но из пасторской среды религиозным вышел. Это да. Глубинные интервью. А как их проводить? Всю жизнь об этом бьюсь. Ну, есть определенная методика, каким образом... Ну, методика-то есть определенная, но а где вот опыты того, как это проводится на самом-то деле? Потому что если мы проводим по-настоящему глубинное интервью, то мы погружаемся и больше не выныриваем. А если мы сохраняем ниточку, по которой потом выкарабкаемся наружу, то это не глубинное интервью. У нас в Южно-Сахалинске было потрясающее исследование проведено, очень громкое, нашумевшее. Дарья Герасимчук у нас такая. Была, может быть, даже сейчас есть религия овец знаменитая, которая много лет проводила включенные наблюдения в организации свидетелей ИГОВ. Запущенные наблюдения. Я пересекал достаточно часто и не видел ее в том моменте, когда она была в приличной юбочке, а не в какой-нибудь кожаной мини-юбке или кожаных там штанах, вот, со стертым лаком черных, с ногтей, с вынутыми пирсингами. Так что у меня закралось очень серьезное подозрение по поводу того, как все эти интервью проводятся. Вот я просто делюсь своим собственным опытом. Потому что либо это действительно, ну, хорошо, я знаю личность свидетеля ИГОВа, я с ним очень много работал, но не могу назвать это включенным наблюдениями. Хорошо знаю, что степень погруженности равносильно отказывает внешнего мира. Они очень хорошо это понимают. И захоронить эту ниточку, чтобы вынырнуть обратно, невозможно. Поэтому если тебе пирсинг на всю морду, то тебя точно не будут посвящать в глубинные особенности своего вероучения, особенности духовности. Поэтому придется врать. Да, тоже интересно. Ну и здесь тоже можно бить эту карту Томасом Нагелем, который говорил о том, что невозможно представить в полной мере то, как мыслит другой человек, то, какие он испытывает переживания и так далее. Поэтому у этого есть определенные проблемы методологические, но мне кажется, что этот подход все равно перспективный. И чем-то он перекликается даже с когнитивистикой, которая пытается как-то формализовать опыт и посчитать опыт и так далее. Мне кажется, что за этим будущее и за вот это... Я согласен за этим будущее, но я пока не вижу, как это будущее реализовать. Это просто утопия какая-то. Пока что да. Ну это как в реке и морде нужно просто в один момент просто погибнуть, чтобы тут же перевоплотиться своими мыслями в другом теле. Протокол 87, что ли, называется это. Значит, при этом ты перевоплощаешься в тело, а мысли у тебя, твой опыт набранный, вместе с тобой переходят в это тело. Ну как этого достичь? Ну практически невозможно. Религиозные сообщества, они очень чуткие. Они же собраны людьми травмированными, которые избиваются вокруг определенной травмы. Вокруг не травмы, а вокруг определенного способа переживания какой-то травмы. И если ты со свиным рыдом до калашной реакционности, тебе немедленно раскусят. Ну да, да. Это было можно сделать? Это был бы единственный метод и вообще бы ничего другого. Вообще во всех социальных науках ничего другого бы не было бы, если бы мы изобрели каких-то киборгов, которые могут вот так вот погружаться, а потом нам оттуда транслировать информацию. Кстати, как вам вообще дискуссия по поводу того, что социальные науки – это не науки? Вот часто можно такое увидеть со стороны естественно-научного сообщества о том, что социальные науки – это недонауки. Как вообще для себя? Вот вообще религиозные – это вообще наука или это некая дисциплина какая-то, стадис, как в Америке или как? Ну стадис – это серьезный термин в Америке. И там на него нет никаких нападок я не встречал. Ну, джендер-стадис тоже, да. Да, калч-стадис, религиоз-стадис. Значит, но социальные науки – это единственные науки, которые в 20 веке научились проводить эксперимент. С полным соответствием, взять хотя бы социологию, тюремный эксперимент, Милграмм, Терфордский, Третья волна и прочее. Вот которые, притом подобные методики использовались. Сейчас скажу кем. Сейчас скажу кем. Значит, ну известный писатель, который про действия различных наркотических средств писал. Маккена. Нет, Маккена, само собой, но я про Маккену вспоминал. Так что подобные опыты, они проводились и в религиозных сообществах, значит, в религиозных науках, оговорился я. Так что социальные науки, в общем-то, учатся очень многому, естественно. Но я против вот этой вот догматизации. Вот науки одни, другие, третьи. Поэтому мы будем с одними дружить, а на другие будем фугать. Ну, я лично, например, терпеть не могу культурологию, которую всю жизнь преподаю. Для меня это вообще не наука, там, ни методологии нет, ни позитивного аппарата, ни каркаса какого-то, предмет-объектного. Вообще хрень какая-то полнейшая. Но ведь она существует. Люди радуются. Ну и пусть существует. Просто я этим заниматься не буду. Потому что для меня это чуждо. Я считаю, что это не научно. Я психологию, например, не переношу. Вот так называемую, теоретическую. Но невзирая от моего отношения, она тем не менее есть. Я когда помню с Немовым, с Робертом Семеновичем, на эту тему поругался, по учебникам которого я учился в психологии в университете. Он у нас преподавал в Южно-Сахалинске. Кстати говоря, он был одним из создателей вообще Сахалинской психологической школы. И вот я, затаив дыхание, говорю, Роберта Семеновича, можно я покритикую психологию? И объяснил им примерно то, о чем вы понимаете. Про отсутствие там единого научного подхода. Про множественность школ, которые не коммуницируют, а лишь растягивают учеников. Это сектантский подход. Он мне говорит, да-да, вы правы. Так что сам Немов со мной согласился когда-то. Вот если чем-нибудь похвастаться. Ну у нас стрим, у нас развлекательный контент, поэтому мы можем выставлять наружу свои неблаговидные черты. Но вот Немов меня похвалил и при этом обратил внимание на то, чем я говорю. Что психология существует уже 150 лет, поэтому она накопила большой эмпирический опыт, с которым нужно считаться. Поэтому нравится, не нравится, спи, моя красавица. Просто не надо критиковать то, что другим людям. Хотя это опять же опасная ситуация, потому что мы в какую-нибудь валеологию можем впасть, в гомеопатию, в астрологию, которая тоже давно существует. И обратная сторона подхода, которую я сейчас предъявляю для обсуждения, что если, так сказать, культурологию я не люблю, но соглашаюсь с тем, она существует, то, дескать, значит, я должен допустить существование и астрологии, которую тоже не люблю, но она существует. Ну, это опять же, притягивание одного к другу. Я всегда искренне пытался понять, что такое культурология. Есть один лектор в Петербурге, не буду имен называть, чтобы никого не обижать. Значит, товарищ читает лекции, значит, он культуролог, да, он где-то там диплом культуролога получил. И он, значит, в одной неделе он читает лекцию про группу Наутилус-Помпилиус, в другой неделе он читает лекцию про Рембрандта, в третьей неделе он читает лекцию про, значит, там, Канта, и у меня просто диссонанс. То есть вот насколько должна быть у человека обалденная высокая самооценка, вот мягко скажу, да, чтобы читать лекции про настолько диаметрально, про просто разные вещи. То есть я, прежде чем читать лекцию про Миядзаки, я, не знаю, там десятки часов сидел, насматривал, потом начитывал и так далее, и то я пришел на лекцию, я глаза потупив шел туда, потому что я думал, что сейчас придет истинный анимешник, который скажет, что ты пойман за руку, как дешевка, ты, значит, тут перепутал имя, тут ты, значит, недопонял смысл, тут ты то не знаешь, ты дебил, все. И, ну, естественно, такого не было, я знал там лучше, чем кто-либо еще материал, но, то есть вот у меня такой подход, а когда человек идет и одну неделю, вот каждую неделю начинают принципиально разные, и это все называется культурологией. У меня вопрос, это вообще, ну, типа, то есть не надо вообще к науке тогда это привязывать, просто, типа, я вот интересуюсь этим, и я про это рассказываю. Бога ради, можешь хоть на следующей неделе про грибы рассказать. Я вас понял, да, да, я вас понял, все. Понятно. То есть речь идет просто о пристрастности какой-то, да. То, о чем я говорил, когда дедушке рассказ, как виноград на даче подвязывали, на занятиях по философии. Ну, то же самое. Вот, то есть мне это нравится, поэтому я об этом буду говорить. Никогда не сказать, когда я свою кандидатскую защищал, то вот как раз вот этот вот дедушка, подвязывающий виноград, был моим оппонентом, и он мне говорит, помилуйте, на кого вы ссылаетесь, философ Гиринко? Гиринок. Кто такой Гиринок? Я не знаю, кто такой Гиринок. Ну, а что, на кого вы ссылаетесь? И вот все вот остальные, кто были кроме этого дедушки, они просто потупили взор, потому что это, наверное, второй после Дуги на поизвестности философ тогдашнего времени был. Вот, и человек не просто отказывает ему звание, он хвастается тем, что он его не знает. Так что, да, это важный момент. Так, какой у нас дальше сценарий, какой у нас дальше ход? Не досиделись ли мы? Да, мы, смотрите, нас смотрят 24 человека. Значит, лайки, друзья, пожалуйста, не забывайте ставьте, не забывайте присылать нам сообщения в донат по ссылке в описании. Значит, мы сейчас чуть-чуть, я думаю, с вами буквально 10 минут почитаем чат. Посмотрим вдруг, что... А где мне его почитать? Вы читаете чат какой-то? Я читаю, я читаю чат, вот у меня есть, у меня вот есть наши с вами... А, это эксклюзив? Это читайте вслух, да. Уважаемые зрители, ну-ка давайте, пишите, пишите, иначе мы сейчас все закончим и разойдемся по домам. Да, ну вот у нас, я думаю, где-то 10 минуток мы почитаем чат, может быть, еще что-то придет с доната, и потом, соответственно, потом будем расходиться, потому что, ну, кстати, 26 зрителей, это хорошо, это хороший очень показатель. Спасибо большое, ну давайте поактивнее, чтобы нам не чувствовать себя этими создателями, как он называется, когда кто-то болтает, а другие слушают в пассивном режиме. Да, режим чего-то там. Слобо из головы выскочило. Когда просто идет болтовня, которую кто-то записывает, а другие просто слушают, так же вот, безоценочно. Так, значит, смотрим, смотрим, смотрим вопросы. Так, давайте я пропущу про классическую немецкую философию, Станислав, с вашего позволения. Значит, тут с вами Лилу согласилась по поводу утешения, когда мы говорили про это. Значит, тут, на самом деле, что мне нравится в нашем чате всегда, это то, что возникает экосистема, то есть люди начинают сами с собой, значит, между собой у них... Подкаст, вспомнил я, подкаст. А, да, туда подкаст. Друзья, давайте, пишите вопросы ваши. Значит, тут писал... Я помню, что был вопрос, вначале я его проигнорировал, по поводу коммунизма. Значит, коммунизм – это утопия или нет? Вот давайте только кратко... Что вы к коммунизму пристаете? Зачем вы к коммунизму пристаете? Что вам бедный коммунизм дал? Вы хотите Ленин из Мавзолея вынести? На самом деле, это я постоянно нападаю на коммунистов. Я про это и говорю, а вам обращаюсь, Никита, говорю, что он вам сдался? Вы хотите соскоблить надписи Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить со всех пятиэтажек? Они еще более хмурыми станут. Ну, что там коммунизм? Другое дело, что, к сожалению, он как идеология теперь вдохновляет тех, кто нам не дает дышать спокойно. Вот, значит, ну... А что здесь про коммунизм говорится? Коммунизм как учение, коммунизм как тип общества, коммунизм как идеология, коммунизм как религия. В каком плане его разбирать? Ладно, давайте не будем трогать несчастных коммунистов. Может быть, как-нибудь отдельно. Значит, вопрос. Пишет Горилла, кстати, Горилла, которая сегодня присылала донат. Но это она пишет просто в чате. Или он, она, не знаю. Да, да, здесь нужно аккуратно, да. Значит, можно ли считать гоностицизм одной религии? Или это совокупность религиозных течений? Ну, вот, это как с коммунизмом. Гоностицизм – это просто слово, которым называется, во-первых, самое огромное, даже не совокупность течений, а просто как по маске, как говорят программисты, совершенно разные, в разные века, на разном основаны, замешаны и даже выросшие в разных средах, типа ислама, христианства, духовные движения. Вот. Это с одной стороны. Во-вторых, там даже в философии есть определенное философское такое эзотерическое движение в 20 веке возникло, вот, значит, типа, опять же, лучше упомянутых, например, ну, господи, не с головы выскочило, главное-то сатанист 20 века. Алистер Кроули. Алистер Кроули, да. Тоже называть гоностицизмом. Поэтому это просто слово происходит от гнозис знания. В многом это эзотерика, которым называют вот какое-то учение, претендующее на истинное знание чего-либо. Вот, значит, когда-то первых христианских богослов называли гностиками, потом они сами изобрели, вот такой опыт изобретения, потом они сами изобрели секту гностиков, на которой грозно обрушивались, громили их. Под эту тему наверняка там и земли отжимали, собственность какую-то. Так что это просто слово, без содержания, на мой взгляд. Да, но если мы посмотрим на, значит, основных гностических мыслителей, кто там Сатурнил, Василин, Василин, Василий, Василий, у меня вылетает постоянно из головы, Василид, Василид, Сатурнил, значит, кто-то там еще, то достаточно, ну, разнородные вещи. И там офиты, например, были, которые, ну, просто можно выделить какие-то общие черты у гностиков. Например, отношение к христиану, к гаудио-христианскому богу, как к некому дурачку, который, значит, является, ну, как этот, как Саурону Толкина, примерно. Умительно, что они вообще были, что это не просто пугало, типа, тоталитарных сект, изобретенные тогдашними дворкинами, поскольку о настоящих гностиках не может знать никто, кроме тех, кто был гностиком и оттуда вышел, и при этом не наврал. А не как вот та барышня, которая с Пирселем, с Виклием, и Го выходила, дескать, много лет и там погрузилась по самое не хочу. Вот это как с масонами. И все, что мы знаем, это то, что они сами нам о себе рассказали. Значит, пишут, 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 пишут. Ну, вопрос вам не понравится, но человек пишет, сталинисты это секта, они Сталина хотят развести в ранг Бога. О, какие сталинисты? Где, значит, какие-то люди есть конкретные, которые называются сталинисты, они на себе носят икону Сталина или что? Это тоже, опять же, слово, которое мы называем совершенно разные, разнообразные, разномастные вещи. Нет никаких сталинистов. Есть просто совершенно разные люди, совершенно разного вида симпатиями к Сталину. И под Сталином тоже понимают разное. Кто-то как эффективного менеджера, кто-то как великого полководца. Вот Сокуров был у Собчак, вот он, например, тоже проявил себя как сталинист. Ты уже не скажешь, что это такой же сталинист, как кто Проханов, который в маршрутке у себя вешает рядом с иконами портрет Сталина. Или Проханов, мой персональный любимец, который... Несколько просто феерических фраз, которые я взял к себе навсегда в... О, да, у меня тоже самое. Я прям некоторыми фразами был вдохновлен, прям завидовал, что не умеет так писать и прям учился. Одна сиреневая слизь чего стоит. Мне очень нравится его фраза, которую, по-моему, Рыжкову, что ли, адресовал в каких-то древних дебатах, значит, к барьеру. Такой говорит, понимаете, вы заражены, вы инфицированы Горбачевым. Посмотрите, у вас такое же пятнышко на лбу. Это просто... Это феноменально. Человек, вы заражены, вы инфицированы Горбачевым. Вы, значит, как-то... Такой же пятнышко на лбу. Великолепно, да. А, и у них, значит, были... Я думаю, все читали, говорил, про Харханов, и все, наверное, его последние опусы о том, что наши танки станцуют кадриль. На чем там они будут танцевать танки, танцевать кадриль? На каком-то там произведении искусства или культуры или на каком-то здании танка у него будут танцевать кадриль. Так что... Это, да, специфическое мировоззрение, в чем человек был крещен, воцерковлен еще в 60-е годы, и то есть у него это все смешалось причудливо очень. И вообще сложно его как-то тоже каталогизировать и сказать, про Харханов это вот это. Ну, про Харханов это про Харханов. Да, его предки как раз... Вот я говорил про Пашковцев, а его предки как раз это очень авторитетные представители русского евангельского движения. Причем там серьезнейшие, а корифеи, патриархи, так сказать, этого всего. Есть православные, сталинисты, их весьма много. Вот. Хотите действительно побаловаться с этой темой? Ну, я вас адресую тогда к великолепной книге Андрея Волоса под названием «Москавская метка». Вот там описана Россия недалекого, к сожалению, теперь понятно, что недалекого будущего. Вот. И там описана определенная религия, в которой весьма гармонично сочетается такой экстатический сталинизм и православный фундаментализм. Давайте ответим на вопрос. Так, я просто выбираю вопрос, который мы еще не обсуждали и который не вызовет... Потому что вопрос, что такое духовность, я думаю, что мы сегодня уже обсудили, и давайте что-нибудь другое обсудим. Нет, это важный момент. Мы говорили вокруг, а около, что такое духовность, мы не говорили. Но давайте обозначим, наверное, просто представление о том, что кроме материального мира есть некий принципиально неощущаемый и при этом самодостаточный и важнейший мир. Вот это примерно мы называем духовностью. То есть тот мир, который мы принципиально не можем изучить, потому что он не материальный, не имеет носителя. И при этом он не просто существует там, а где-то рядом, а он является важнейшим. А наш мир материальный, в котором мы присутствуем, он является лишь его слабым отражением, модификацией, материализацией вот какого-то другого настоящего мира. Вот примерно так я представляю термин духовность. Мое мнение, возможно, другое. Вот вопрос интересный, пишет опять Горилла. На ваш взгляд, чем вызван феномен религиозного опыта? Верующие люди часто апеллируют к тому, что у них был религиозный опыт. Что, на ваш взгляд, его вызывает? Руд, сколько я этим не занимал, сколько я это все исследовал, вот, практически всегда это является просто банальным враньем. Друзья мои, современная религиозность, это просто обыкновенный контракт, как правило. Люди просто как в супермаркете, выбирая систему ценностей, которая им больше всего подходит. Никакого экстаза, никаких там пены изо рта, никаких там киданий швыряний на пол, никакого там архангела, которого ты стукнулся, переходя улицу на зеленый свет и прочее. Вот, и как правило, ничего этого не происходит. Но есть некоторые, которые утверждают об особом религиозном опыте. Если мы разберем эти ситуации, эти слова, то мы уже на уровне просто анализа рассказа, как правило, столкнемся с франьем. Ну, а если перед нами действительно, это крайне редко бывает. Человек описывает какое-то духовное нечто, что ворвалось в его обычную материальную жизнь. Такое бывает крайне редко. И если мы это, как правило, изучим, почитаем, то вот мне, многогрешному, ничего кроме психопатологии здесь не видится. Ну, или есть различные вещи, которые можно объяснить рационально, да, скажем, те же там уфологические всякие практики, они могут быть объяснены рационально там какими-то, не знаю, явлениями природы и так далее. Да, это все вранье, этого просто ничего на самом деле не было, поэтому рационально мы, когда это объясняем, мы просто дисквалифицируем все эти учения, объясняем, что это все ерунда на постном масле. Или сонный поражитель. Либо это натяжки какие-то словесные. Так что никогда не верьте людям, которые говорят про религиозный опыт, при этом отказываются его объяснить. Это серьезная тема, одна из серьезнейших в религии. Да, это очень интересно. И при этом тут дискуссионный вопрос, нужно ли относиться с уважением к религиозному опыту. Потому что есть, вот как правильно Кирилл сегодня отметил, в Америке особенно есть представление о том, что духовность, спиритуэлити, религия – это нечто априори нравственное. Это то, что стоит уважать просто по дефолту. Именно с этим спорят и Сэм Харрис, и новые атеисты, которых часто обвиняют в том, что они ничего нового не вносят. На самом деле вносят. Они вносят попытку отвергнуть вот этот устоявшийся в веках взгляд на религию как на нечто просто позитивное по дефолту. Вот я считаю в этом значимость новых атеистов. Так, у нас вопрос о духовном опыте, об уважении его. Меня всегда напрягает, когда спрашивают, уважать или не уважать. На смысле… Хотите уважать? …вежливый, нет, вежливый человек, приличный человек, должен уважать любого другого человека. Будет духовным опытом или не будет недуховным. То есть не говорите ему, да ты дебил, ничего не знаешь в жизни. То есть это просто в отношении никому нельзя так себя проявлять. Духовный там опыт или недуховный и прочее. А то, что как мы считаем это, о природе этого духовного опыта, говорим, это же другие вещи. И если нам запрещает об этом говорить и сказать, мы какие-то особые чувства особых верующих унизим, ну это уже, конечно, выходит за рамки именно собственного уважения. На эту тему тоже у меня видео есть, «Гормон веры». Вот можете посмотреть на моем канале, где я рассуждаю о биохимической природе религии и так называемых откровений и духовного опыта. Ну давайте последний вопрос тогда, наверное, ответим. Как современная религиоведения… Опять Горилла пишет, просто у Гориллы достаточно интересные вопросы. Как современная… И не потому, что Горилла сегодня нас донатами балует, а потому что действительно вопросы такие как бы… Просто про коммунистов, про марксистов давайте вот с другим… Значит, нужно другого гостя позвать, который будет там особо угорать по марксизму. У нас сегодня религиовед, который шарит вот в теме новой духовности, поэтому я считаю, что вопросы должны… Я в марксизме тоже шарю и неплохо. Это уважаемое, что марксизм просто у нас как бы это вот не потерь. Ну не тема, да, совсем. Как современная религиоведения относится к трудам Элиады, верче, его стоит читать или он устарел? Я, наверное, начну, если позволите. По моей оценке, да, Элиады уже читать не стоит. И не по той причине, что он какой-то плохой там, значит, неправильный и так далее. Потому что по двум причинам. Во-первых, он писал на материале 50-летней давности. То есть сейчас вот по религиям Китая, например, если вы… Вот я сейчас слушаю курс актуальный там от, кстати, Маслова Алексея по религиям Китая, то вы увидите, что знаний настолько прибавилось, именно антропологических вот этих знаний, да, их стало настолько больше, чем было, что сейчас опираться… Ну, это примерно как читать Маркса, который писал на материале 150-летней давности. Ну, я про Маркса пошутил сейчас, да. Ну, как читать там Фрезера, например. Да, Фрезер хороший автор, хороший. Но то, что он писал в XIX веке, да, «Золотая ветвь», ну, это уже всё, это уже, ну… Это не то, что перестало быть актуальным, но добавилось такое количество новых знаний, что то уже, ну, читать, на мой взгляд, странно. Ну, и это первая причина. Вторая причина – время больших нарративов там про историю религии, оно прошло. То есть, на мой взгляд, сейчас уже стоит изучать конкретные вещи и найти человека, который бы шарил настолько, чтобы всю историю религии там охватить, как пытался делать Мень, как пытается делать Зубов, кстати, да, как пытался делать Элиады. На мой взгляд, это уже не перспективно. Стоит искать конкретные темы конкретных авторов и смотреть, кто в чём конкретно шарит. То есть, например, там, Маслов в Китае шарит там, кто там, Шохин шарит в религиях Индии, допустим, да, хотя, я не знаю, может быть, вы не согласитесь, и так далее. То есть, искать конкретных уже специалистов по конкретным религиям. Вот моя позиция такая. Ну, я чаще соглашусь. Так, у нас всё-таки со связью какие-то проблемы начались, что-то подвисает, мне кажется. Так, вот, а что подвисает? Я вас слышу прекрасно, у меня ничего не подвисает. Я как и с Фрейзером отмечу, что, ну, во-первых, Элиады – классный писатель. Это хорошая, высокая литература. И читать надо как высокую литературу. Во-вторых, ну, это азы. Азы. Другие учёные пришли потом, открыли много нового. Но для того, чтобы врубиться в религиоведение, всё-таки, считаешь, золотая ветвь – это номер один. Очерки по сравнительному религиоведению Элиады – это, наверное, номер два. Ну, читать, конечно, критично. Понимаю, что это всё глубоко устарело, но эти ребята определили саму понятийную базу и сам замах для того, чтобы работали после них уже другие, которые, разумеется, опровергнут очень во много. Так что, ну, как бы для того, чтобы рубиться в тему, я считаю, что читать надо. Несмотря на культуру отмены и то, что, значит, к Элиаде есть вопросы по симпатиям к определённым радикальным идеологиям, как и к Хайдеггеру есть такие вопросы, но мы как бы это не обсуждаем. Я считаю, что это к тому, что человек пишет, имеет очень малое отношение. Томас Манн, он тоже какой только ахинеи не писал в годы Первой мировой войны. Но, как бы, я не считаю, что это должно здесь учитываться. Вот. Всё, тогда... Иногда это... Культура отмены, это, кстати, вещь достаточно такая опасная, потому что она иногда запрещает нам видеть многие вещи. Я, например, студентам дал конкретное задание на семинар по экзистенциализму, чтобы объяснить, как связаны были философия Хайдеггера и факт членства его в нацистской партии. И они раскопали молодцы. Они объяснили, что самая главная новая жизнь, которая там тебе 100 лет бодрится, это переоценка ценностей и так далее. Вот то, в чём проявляется человеческая экзистенция. Так что, если мы не связаны вот какими-то вот такими догматическими запретами, то мы можем интересные вещи на руй откопать. Там, ладно бы, членство. Там же, ну, достаточно неприятные были вещи, да, и в чёрных тетрадях. То есть, когда действительно идейное-идейное членство... Да, идейное, товарищи. То есть, не просто, я говорю, сразу... Ребят сразу объяснил. То есть, ответы типа ради бабла или ради карьеры однозначно отвергаются. Речь чего-то бы идейно. Свяжите мне без всяких там хихань-хихаханек идеи Хайдекира и факт сопереживания вот идеям основного нацизма. Получается, потому что не связаны были вот этими вот культурами отмен. Всё, друзья. Значит, Кирилл, вам большое спасибо за участие в стриме. Было совершенно прекрасно, интересно. Два с половиной часа пролетело быстро. Друзья, кто нас сейчас смотрит? 25 человек нас дослушивает. Значит, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Подписывайтесь на мой Бусти, если вдруг не подписаны. Там много дополнительного контента. И также не забывайте подписываться на YouTube-канал и на Telegram-канал Доктор Ктовбин. Значит, ссылки я добавлю вот сейчас, как только стрим закончится, все в описании, потому что сейчас я что-то тупанул и не добавил. Значит, и YouTube, и Telegram-канал, и мои, и моего замечательного коллеги, религиоведа Кирилла Ктовбина, который сегодня отвечал на наши с вами. Вопросы интересные. Мы обсудили очень много всего. Если вдруг найдется святой человек, который сделает тайм-коды, я ему просто вот не знаю, что я ему сделаю, какие я ему дары преподнесу, там просто вот это будет, это будет. Я постараюсь сделать какие-то тайм-коды сам просто, и у меня что-то вот все. Я уже один раз сегодня, как это, отвел стрим, второй раз теперь его слушать, это уже можно просто голову сломать. Вот, все полезные... Это серьезно, я, конечно, почти три часа сидит разбирать. Так что, спасибо большое, друзья, за внимание, за интерес, за вопрос. Это самое главное, потому что все мы любим поговорить, но все-таки важно нам, людям образованным, маломальски образованным, другим маломальски образованным, или необразованным вообще, вот нести что-то, чтобы заставлять развиваться, заставлять читать книжки, и бодриться, чтобы понимали, что не все очень плохо, и жизнь будет, и зима закончится, и цветы взойдут, и будут любимые прекрасные, которые будут нас ласкать, тешить, нежить, ублажать. Так что жизнь будет продолжаться, чтобы мы выходили из какой-то замкнутости, из своего этого бесконечного думскроллинга, когда мы ковыряем и жизнь, и окружающую реальность, и самих-самих себя, чтобы мы учились прокладывать мосты к другим людям, с чего мы начали, на том мы и закончим, вот этой вот блаженной свастикой, как пожеланием добра другому человеку, даже если его первый раз вижу, и терпеть его ненавижу. Вот это, конечно, должно быть самым главным в нашей жизни, чего я всем нам желаю. Взаимно. Аминь. Аминь, хочется сказать. Аминь и ктулку славы. Если что, все радикальные диалоги мы осуждаем и не одобряем. Если вдруг товарищ майор слышит нас, то мы все это на полном серьезе, все осуждаем и так далее. Что касается стрима, он будет на канале доступен, я его скрывать не буду. Предыдущий стрим, кто хочет посмотреть по стрикстерам, то стрим будет на бусте. А этот стрим будет полностью доступен на основном канале. Вот еще раз всем спасибо. Если мне позволит автор, то я, может быть, еще и копию у себя выложу. Ну, если это не будет оттока контента. Это уже технические детали. Технические детали, да. Вот. Так, ну что, спасибо. Пока-пока. Все, аллилуйя, всем спасибо. О, Трикстер пришел. Шалом всем православным под конец, как всегда. Как всегда приходит родной ты наш просто вот тут. Сам свой стрим. А мы все еще тут сидим и говорим, и вас вспоминаем только злым словом. Вспоминаем. Только ругаем, костерим, по чем свет стоит. Да, сегодня просто дебаты он Трикстер сам отвел, и пришел еще наш стрим тут, значит, построить. А мы уже все, мы уже за... Кстати, сейчас я пойду дебаты смотреть про троицу. Сейчас буду это... Пойду бегать. Интересно, чтобы нового сказано было на эту тему. Это интересно просто. Вот что там Трикстер напроводил такого, мне вот даже интересно. Троица есть, не троица. Да, мне тоже теперь интересно стало. Я посмотрю, наверное, не сегодня. Сейчас уже, наверное, спатеньки, спатеньки. Да. Ну что, прощаемся. Как здесь надо? Кто дисконнект совершает? Я, я совершаю дисконнект. Я нажимаю закончить трансляцию. И все, всем пока. Всем спасибо. Пока.